Ир, ты не жди меня. Иди. А у нас сегодня больше никого. Может, вместе пойдём? Мне надо ещё карты глянуть. И потом Фёдор едет в город, и я хочу кое-какие лекарства заказать. Вот, так что иди. Хорошо. Спасибо. Сашенька, беда, ой, беда. Что такое? Сердце Дмитрия Николаевича? Варенька, внучка моя с дерева упала, вся рука синяя, а она ведь спортсменка. Ой, сын мне этого не простит. Скажет, что приехала. Я не улетела. Ну что? Ужинать будем или нет? Ну, я Сашу хотела дождаться. Смотри, уже восьмой час, а её всё нет. Ну, а я здесь при чём? Я, что ли, её в этом медпункте держу? Ну, а как не ты? Ты? Один врач на всё про всё. Ну, а где я здесь другого врача возьму? Никто в село ехать не хочет. Угу. А родную дочь в село заманила. Ну, знаешь, это её село. Это её дом. Ну, ладно. Хочешь, я сбегаю за ней? А вот сбегай. Мам, пап, привет. О, ну чё так долго-то? Ой, не представляете. Тётя Наташа, сын привёз внучку. Она решила покеройствовать и спасти котёнка с дерева. Вот. И в итоге грохнулась. Господи, цела-то хоть? Ну так, вывих небольшой есть. Так нормально. Айболит? Ну, котёнок-то хоть цел? Ну, что ему будет? Цел. Так, всё-всё-всё, садитесь, всё стынет. Сейчас. О, Саша, Лин, вы начинайте без меня, а я сейчас отвечу. О, да, я руки быстро помою. Да что такое, ну? Ну как, Пётр Григорьевич, приняли решение? Угу. Я вам хорошие условия предлагаю. Вряд ли кто ещё такие предложит. Илья. Прошу меня простить, Илья Алексеевич, но вынужден вам отказать. Итальянцы мне предлагают сыроварню поставить на очень выгодных условиях. Реализацию продукции готов с вами обсудить, но продажу завода нет. Всех благ. Упрямый дурак. Илюша, Алекс уже уходит. Ну, пойдём, ребёнок у нас нечастый гость. Пойдём. Да-да-да, Таточка. Сейчас иду. Буквально ещё один звонок. Мы ждём. Семён Аркадьевич, ну, всё хорошо. Поговорил, всё согласовал. Ещё буквально неделька нужна. Ну, максимум две. И молочный заводик будет наш. Илья. 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 Убеждает, что не все супы одинаково полезны. Ой, слушай, а я супы не приготовила. Ты думаешь, надо было? Я могу больше вчерашний разогреть. Ну, ты, мать, так готовишься, как будто бы президента в гости ждём. Жених дочери поважнее, чем президент. Ну, прям-таки жених. Приятель. Угу. А вот, посмотришь. С родителями просто так не знакомятся. Папа, мам. Знакомьтесь, это Женя. Здравствуйте. Да. Женя, это моя мама, Елена Алексеевна. Это вам, Елена Алексеевна. Спасибо. И мой папа, Пётр Григорьевич. Очень приятно. Так, Пётр Григорьевич, мне Саша сказал, что вы рыбак. Я вот вам привёз электронную приманку для щуки. Ух ты! Слушай! Вот до чего техника-то дошла. Да? Порадовал, порадовал старика. Да какой же вы старик, я вас умоляю. Всё, всё, всё. Все разговоры за столом. Пожалуйста. Прошу вас. Евгений. Так. Я хочу сразу сказать, я приехал ненадолго, но по очень важному поводу. Мы с Сашей знакомы давно. Оба мы врачи, у нас общие интересы. В общем, Елена Алексеевна, Пётр Григорьевич, я хочу просить у вас руки Саши. Саша, ты согласна стать моей женой? Подожди, мы же хотели после твоей защиты, нет? Так, защита уже совсем скоро. А мне мама позвонила и сказала, что если буду тянуть, то упущу тебя. Так что я решил, так сказать, застолбить место. Ребята, такое решение надо отметить. Мать, давай бокалы. Да, ну, угощайтесь. Сашенька, да, накладывай. Сейчас я положу салатик. Немножко. Вот что я могу сказать, чтобы это у тебя, Саша, это любовь, как говорится, на всю жизнь. Вот как у нас с мамой. За вас, ребята. За вас, закусывайте. Ну, угощайтесь. А скажите, пожалуйста, где вы собираетесь после свадьбы жить? Ну, меня сейчас приглашают в хорошую клинику. Я после защиты буду иметь приличную зарплату. Думаю, я смогу снять квартиру. А почему бы вам не переехать в Ильинку, а? Я понимаю, предложения неожиданные, но не надо сразу отказываться. Со своей стороны обещаю небольшую, но современную клинику построить. У завода дела идут хорошо, прибыли каждый год, да и инвесторы не откажут. Да вы знаете, на самом деле, я готов быть где угодно. Лишь бы Саше было хорошо. Ну, это отлично. Слушайте, а давайте вечерком шашлычок организуемся, а? Вон ткачёвы. Свинку закололи. Возьмём кусочек мяса, костерок, а? Ну. Петр Григорьевич, я бы с удовольствием, но мне надо вечером на автобус, чтобы к поезду спить. А, ты встань. Я дам водителя, он тебе вмиг домчит. Доберёшься с комфортом. Ну что? Спасибо. За любовь. За любовь. Ну что, мать? Скоро будем внуков нянчить. Фёдор, отвезёшь Женю, куда он скажет. Сделаю, Григорьевич. Ну, теперь давай ты ко мне, приезжай на выходные. Я боюсь, мне будет трудно вырваться перед защитой. Ну что ты, какие выходные? Меня же не спрашивают, когда болеть. Я здесь единственный доктор. Так что... Ну, пока. Ладно. Пока. Всё, увидимся. Давай. Чемодан. Ну, до свидания. До свидания. Приятно познакомиться. До свидания. Счастливо. Счастливо. Ну что, пойду я. Надо проследить за подготовкой к празднику. Зал дома культуры надо украсить. Помощь нужна? Да нет. Школьники придут, справимся. Ну, я тогда дома поработаю. Хорошо. М ﷺ. М reversац backside. Может быть marry? Весцедвит. Как убит. Напрасно в состав? Пышень давай, впр remains. Но на deadline может быть то что€на ни разу не кarfит components. Не разу не Training путается. Т сил. Ты, Рудаков, еще сильно пожалеешь о своем решении. Накануне только ты. Ты о семье своей подумал? О рабочих завода? Как бы потом каяться не пришлось. Ну, пугать меня не надо, пуганный. Все мы девяностые прошли, да? А решение свое не изменю именно потому, что о людях думаю. Я многое узнал о тех, кого агроинвест облагодетельствовал. Кстати, могу знаниями своими со следователем поделиться. Ну, если настаивать будешь, так думать забудь. Жить надоело. Папа! Папа! Саша! Папа! Что ты? Так, я сейчас. Саша! Все. Все нормально, Саша. Сейчас, сейчас. Сейчас, секунду. Так. Саша, я хочу тебе кое-что сказать, Саша. Пап, давай потом. Я прошу кое-что для меня сделать. Что? Так. Там внизу, в гостиной, в тумбочке. Держи. Под музыкальным центром. Есть красная папка, спрячь ее. Угу. Сейчас. Саша. Ага. Саша, ключ в вазочке серебряной. Ага. Ага. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот это? Да. Саш, здесь очень важные документы. Я прошу тебя, спрячь ее. Этот человек, тот, что приходил, это очень опасный человек. А меня так просто не напугаешь. Кто дома? Петя, Саша? Я прошу. Пойдемте, я вам покажу, как мы украсили Дом культуры. Что случилось? Да ничего. Немножко папа перетомился на работе. Сердце прихватил, но все в порядке. Да все нормально. Наш гриболит на чеку, труд, как тут, так что до ста лет проживу. Все нормально. Просто формальности всякие бумажные времени требуют. Ну, дня три еще. Хорошо. Это Старых. Пацанов организовать сегодня сможешь. Дело есть. Александра Петровна. Саша! Саша, Аня рожает. Как рожает? Ей еще две недели ходить. Да уж воды отошли. Ладно, иду. В комнату принесли горячую воду? Да, все есть. Хорошо, Свет. Наверное, надо кого-то за Ирой отправить. Потому что, я думаю, помощь понадобится. Хорошо, я сама сбегаю и разбужу. Ага. Так, ну, пойдем. Ага. Славик, Матрена Тимофеевна, давайте навык. Дышать так нечем. И закрываем. Славик, ты тут сиди, жди, если вдруг что. А я за Иркой медсестрой сбегаю и разбужу. А че я будить? Она еще и спать не уложилась. На вечеринке она удачненькая. Сейчас позвоню. Ага. Умничка. Да. Хорошо. Молодец. Умничка. Дыши. Глубоко. Да. Дыши. Дыши, дыши, дыши. В чем дело? Что случилось? Что-то с альпичством по всей деревне. Фонари погасли. Я сейчас заведу дизель, и будет свет. Да, давайте. Дыши, дыши. Молодец. Да, молодец. Давай. Угу. Вот. Дыши. Саша, ваш дом горит. Что? Что происходит? Бегом, быстрее. Ваш дом горит. Дом горит? Да. Да. Давайте, давайте. Бегом, бегите быстрее. Я сама. Дышите. Все хорошо. Дышите. Давайте. Отойди. Давай. Хорошо. Успею. Так, отойдите. Все хорошо. Все наберите. Вы не давайте еще. Пожарных вызвали? Да я тут дышу. Да как же так? Тут дом горит, а тут быть пропадет, Анька. Говорила я, вам в город ехать надо. А ты Саша, Саша. О, господи. Поздравляю. У вас мальчик. Держите. Маму. Держите. Ой. Боже мой. Поздравляю. Поздравляю. Папа! Стой, стой, стой! Поздравляю. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА То есть вы утверждаете, что человек, имени которого не знаете, говорил вашему отцу, что он очень сильно пожалеет о своем решении. Да, только не говорил, а угрожал. Понимаете, это оценочное суждение. Угрожал, не угрожал. Я не вижу в его словах какой-то угрозы. Вот, например, если вам захотелось зимой при минус сорок покупаться в речке, что я вам скажу, вы очень сильно пожалеете о своем решении. Ну и где в моих словах угроза? Ее нет. А как же пожар? Экспертиза установила, что пожар произошел из-за замыкания электропроводки. Все верно. Но он произошел после того, как этот человек был у нас дома. После? Не значит вследствие. Я больше вас не задерживаю. Саша, ты зачем пришла? Тебе в себя прийти нужно. Господи, горе-то какое. Слушай, иди домой, я тут сама и без тебя справлюсь. Так не, я же дома. Три дня я была у Потаповых. Как в Тумане. Понятно, что они не выгонят, они добрые, но как-то надо начинать, что ли, думать, что дальше. Слушай, пойдем. Пойдем, пойдем. Разберемся. Вот я дура. Прости, но вещи мы тебе соберем, а вот жилье. Завод-то теперь твой. Неужто не поможет? Здравствуйте. Саша, горе-то какое. Саша, Сашенька, ты плачь. Плачь. Ну, так легче будет. Не могу. Нет слез. Я тебе тут деньги выписала. Ну, как материальную помощь. Держи. Саша, ну, возьми. Ну, хоть платье какое-нибудь себе купишь. Плачь. Плачь, девочка. Плачь. Плачь. Плачь, девочка. Плачь. Пошли, пошли, пошли. Работаем. Плачь, пошли, пошли. Работаем. Стоять. Руки за спину. Садись. Садись, сказал. Мы хотели бы видеть директора завода. Умер директор. Днями. Вот как. Это печально. Но вместо него кто-то есть? Зам, наверное. Только не приходил еще. А нет. Вон он идет. Здравствуйте. Меня зовут Иннокентий Петрович. Я адвокат. Представляю интересы нового владельца завода. Нового владельца? Да. Саши, что ли? А, какого, Саш? А, нет. Вы меня не поняли. Новым владельцем завода является компания Агроинвест. А господин Иванов назначен новым директором завода. Не понял. Какой Агроинвест? 80% акций принадлежит Саше Рудаковой, дочери владельца. Вы просто не в курсе. Завод продан. Остальные 20% компания готова выкупить у держателей акций. Вот, пожалуйста, посмотрите. Пойдемте. В кабинете обсудим. Да-да, конечно. Работаем. Жень, не вини себя. Ты же не мог предвидеть. Да, я не сказала, извини. Я не могла два дня не слышать, не видеть никого вообще. Я приеду. Конечно. Просто разберу сейчас, как жить дальше. И приеду. Пока. Дом культуры придется закрыть. Непрофильный актив. Содержание, зарплаты сотрудников. Мы не можем позволить себе нерационально тратить деньги наших акционеров. Так ведь из сотрудников на ставке там только директор была, жена Рудакова, а она погибла. Ну, что ж, тем проще. Ой, простите, Игорь Викторович, я позже зайду. Погоди, Ираида. А это наш главный бухгалтер, Ираида Павловна. Вот вы нам и надо. Но вы зашли с каким-то вопросом. Говорите. Я вот по какому вопросу. Игорь Викторович, мы можем как-то Саше Рудаковой жильем помочь? Может, займ какой-то. А то она в наследство только через полгода вступит. А завод все равно ей будет. Не будет. В смысле? Тут вот какое дело, Ираида. Получается, что Рудаков завод продал. А нам не сказал. Или не успел сказать. Быть того не может. Об этом даже и речи не шло. Вот, пожалуйста. Хорошо. Предположим, продан. Что значит, предположим? Проводан. Пусть будет так. Продан. Но Саша единственный врач в калинке. Мы не можем ее просто так взять и выбросить. Без помощи. Она уедет. Тогда кто будет работать в медпункте? А медпункт мы тоже закроем. Как непрофильный актив. Он нам не по карману. А государство, если сочтет нужным, пришлет туда врача. А мы не можем выполнять функции государства. Послушайте. Вы не можете просто так взять и уволить Сашу. Почему же? Кстати, вы тоже уволили. И скажите спасибо, что не по статье. Спасибо. Саш, твой отец завод кому-то продал. Там бойцы приехали, никого в цех не пускают. Не продавал отец ничего. Не знаю, мне что сказали, то говорю. Сейчас. Что это? Я не знаю, что мне дал это отец. Он сказал, что это очень важное. Я думаю, это надо показать следователю. Так следователь уехал утром еще. Тогда надо показать участковому. Да. Здравствуйте. Здравствуй, Сашенька. Вот. Что это? Эту папку дал мне отец. И? Сейчас я можно сначала объясню, а то будет непонятно. В общем, за день до пожара к нам пришел домой какой-то мужчина. После того, как он ушел, у папы случился сердечный приступ. Он тогда дал мне эту папку и сказал, что это очень страшный человек. Прямо так и сказал? Страшный? Опасный. Так. Следователь эту папку видел? В том-то и дело. Когда я была у следователя, я вообще забыла про эту папку. Ну, я сказала про человека, который приходил. Только я не знаю, кто это. Кто-то из них у вас был? Нет. Нет, точно нет. Знаешь, Саша, если из-за этой папки твои родители погибли, то лучше не связывайся. Там такие большие люди с ним завязаны. Лучше уезжай. Родители не вернешь. Как же так, как дядя Андрей? Вы же участковый. Вы же власть. Как так? Да какая я власть? Что я могу? Зато я могу. Я пойду к журналистам, я скажу тогда им, неужели нельзя сделать ничего? Эх, Саша, Саша, ты же мне как дочь. Неужто ты хочешь, чтобы я и тебя хранил? Не справишься ты с ними, Саша. Думаешь, я не понял, что дом твой не просто так сполыхнул. А как доказать? У них и эксперты, адвокаты. Ну, не связывайся. Уезжай, лучше прошу тебя. Бог их накажет. Сашенька, живи. Вот твое дело. И постарайся быть счастливой. Саша. Как, когда ты планируешь, я пойду. Как ты посадь? Не знаю. Ты просто посадь. Мужчина. Академия. Я пойду. И ты не пойду. Академия. 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 Заходи. Ну вот, пять дней можно спокойно пожить тут. Ну вот, сосед уехал, так что располагайся. Завтра надо идти искать работу. Вообще не представляю, как. А я уже тебе подобрал пару вакансий. Так что, завтра прямо с них и начинай. Какой же ты хороший. Что бы я без тебя делала? И роды, и травмы. Ну да, все неотложное. Ну, деваться было некуда. До ближайшего города четыре часа езды. Потрясающе. Ну, а что в этом хорошего? Обстоятельства? Но это же неоценимый клинический опыт. Тот самый семейный доктор, на которого студентов учат, учат, да никак не выучат. Ну, в этом смысле да. Так сложилось. И, конечно, после института пришлось очень многому подучиться. К сожалению, все сертификаты сгорели, но у меня есть, сейчас я вам покажу, в электронном виде кое-что сохранилось. Вот. Можете посмотреть. Ну-ка. Очень хорошо. Ну что ж, вы приняты на работу. Приняты пока, на испытательный срок, но таковы правила. Спасибо большое. Надеюсь, не подведу. Пожалуйста. До свидания. – До свидания. – Пойду. Вот. И если найду комнату тысячи за три, то смогу до зарплаты протянуть. Так мне меньше месяца до защиты осталось. Сразу выдана работа, полноценно. Через месяц точно квартиру сможем снять. Ну, вот. И я как раз зарплату получу. Ну. Ага. Знаешь, что я думаю? Пора нам, наверное, подать заявление в ЗАГС. Ну, да. Просто ты же понимаешь, что это как-то хочется, там, платье красивое и свадьбу. Ну, как следует, чтобы все было. Так что надо денег подкопить. Ну, а как же, конечно. 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 Подкопим. Давай посмотрим, в какой день мы хотим. Я думаю, месяца два хватит на подготовку. Ой! Черт. Сложи доску, пожалуйста. Здравствуйте, доктор. Я к вам. Подождите секундочку за дверью. Я вас позову. Ага. Просто хотела сказать, что эта Авилова ходит и ходит по врачам. Она уже просто тут всем мозг вынула. При том, что объективно, она здорова. Хорошо, я буду иметь в виду. Позови, пожалуйста. Проходите. Здравствуйте. Присаживайтесь. Ваша карта. Скажите, хирург принимает сейчас? Да, принимает. Говорю, вставай уже. Пора. Здравствуйте. Я ваш новый терапевт. Рудакова Александра Петровна. Очень приятно познакомиться. Я Светов. Вадим Леонидович. Хирург. Хотите кофе? Нет, спасибо. Я очень хочу, чтобы вы осмотрели пациентку. Что за пациентка? Почему такая спешка? Авилова. Я уже осматривал ее дважды. Что нового, я увижу. Нет у нее ничего по моей части. Если вы настаиваете, пусть запишутся завтра на прием. Угу. Я вижу, вы сейчас не очень заняты. Поэтому я настаиваю, чтобы осмотрели ее прямо сейчас. Ну, хорошо, хорошо. Раз вы настаиваете, пусть проходит. Откуда взялась эта энтузиастка? Ее сам Барнуль Борисович где-то нашел. А-а-а, Тоскевич. Присаживайтесь. Настя, машину для экстренной госпитализации. Срочно. Угу. А это кто у нас экстренный? Авиловой нужна экстренная операция. Подожди, мне помнится, ты говорил, что Авилова абсолютно здорова. Дело в том, что только сейчас стало возможным определить опасную грыжу пищевода. Вот как. М-м-м. 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 М-м. Александра Петровна. Здравствуйте. Садись, подвезу. Здравствуйте. Спасибо. Хочу вас облагодарить за Авилову. Я так понимаю, что еще чуть-чуть и желудок провалился бы в пищевод. Вадим Леонидович, конечно, классный специалист, но считаю, что он вам должен. Как, собственно, и вся клиника. Считаю, что испытательный срок вы прошли на отлично и приняты на работу. Могу еще что-нибудь для вас сделать? Да нет, ну что вы. Во-первых, это моя работа. А во-вторых, я думаю, Вадим Леонидович просто не сталкивался с такой ситуацией. Знаете, там несложно ошибиться. Ну, да вы еще и скромная. Отлично. Можно вас называть просто Саша? Да, конечно. Хорошо. Сашенька, ежегодно мы с друзьями отмечаем годовщину нашей клиники. И теперь на правах полноценного члена коллектива я хочу пригласить вас. Придете? Да, спасибо. Вы там остановите, пожалуйста. Саша, вы в общежитии живете? Ну, да. Ну, это временно. Я скоро сниму себе комнату. До свидания. До свидания. Ой, извините. Я просто к Жене и… А, все нормально. Я сосед Жене. Аслан. Его же здесь нет. Но, если хотите, можете подождать тут. А, нет. Я… Лучше попозже зайду. Спасибо. Все нормально? Потом. Лучше зайду. Да. До свидания. А, хорошо. До свидания. Жень, слушай, тут просто сосед твой в комнате, Аслан. Я не знаю, почему он раньше вернулся. Да, нет. Не волнуйся. Хорошо. У меня, в общем-то, соседка там просто послала… Да. Я… Да. Я переночую. Хорошо. Тише, мой хороший. Хороший. Тише, мой сладкий. Тихо. Тихо. Успокойся, мой хороший. Тихо. Тише, мой сладкий. Да, мой хороший. Тихо, тихо. Вася. Ой, извините. Разбудил он вас. Он как не уснет. Переразбудился, наверное. Тихо, мой хороший. Нет, ничего. Все равно хотела воды попить. Чего? Ну, чего ты? Тихо, мой сладкий. Извините, можно к вам? Так. Так. Извините. Простите, я не хотел прервать ваше серьезное занятие, но у меня срочное дело. Старых, Татьяна Александровна? Да. И что это значит? Вы не очень похожи на Татьяну Александровну? Ну да, я не очень похож на Татьяну Александровну. Мне все так говорят. Я на маму не похож. Угу. От меня вы что хотите? Я хочу, чтобы вы выписали рецепт. Хорошо. Для того, чтобы выписать рецепт, мне необходимо осмотреть пациента. Послушайте, а препараты, эти препараты, маме назначил хороший врач. Вы просто выпишите аналогичный рецепт и все. Вы, видимо, не очень понимаете. Необходимо проверить, правильно ли работает препарат, выписанный Татьяне Александровне, и необходимо ли корректировать тазировку. Послушайте, барышня, я не намерен дергать маму по непонятным мне вопросам. Просто выпишите мне этот рецепт и все. Не надо строить из себя здесь медицинское светило. Если вам здесь не нравится, устраивайтесь работать в другую поликлинику. Я жду рецепт. Александра Петровна, пожалуйста, выпишите рецепт для... Старых, Татьяны Александровны. Дело в том, что... Под мою ответственность. Это давние, постоянные клиенты нашей клиники. Хорошо? Хорошо. Аташ, ну-ка, зайди ко мне. Ну? Ну и объясни мне, как могло получиться, что Александра Петровна не знала, кто такая Старых. Тебя, как всегда, не было на рабочем месте, правильно? Да я на минуту отошла. Администратора тоже не было. И вообще, Саша ни с кем не находит общий язык. Ну, стал бы нормальный врач из-за какого-то рецепта хай поднимать. Как раз нормальный стал бы. Александра Петровна абсолютно права. Ну, не знаю. Она столько времени уделяет больным, тут очередь выстраивается. А у нас все по времени. И с медперсоналом она перессорилась. Александра Петровна отличный и грамотный специалист. То, что вас в лодыре гоняет, так правильно делает. В остальном, войдет в ритм. Иди работай. Алекс, ты подожди еще минутку. Сейчас медсестра вынесет рецепт. Зачем? Я и сам могу. Угу. Хорошо. Можно? Доктор, вы меня простите. Я, наверное, не должен был шутить над вами. Вы ведь не выспались из-за маленького ребенка. Да, именно так. Я на вас совершенно не сержусь. Вот ваш рецепт. Но все же лучше вашей маме показаться врачу. Вас зовут Александра? Александра Петровна. Я запомню. До свидания. Спасибо. О, привет. Привет. Смотри, я тебе еды принесла. Держи. Саша, ну вот зачем, а? Я сам сбегаю, все куплю. Сиди уже. Я по сравнению с тобой просто Рокфеллер. Мне дали аванс. Аванс? Угу. Так что, можно теперь комнату подыскивать. Слушай, отличные новости. Я знаю человека, с которым можно насчет комнаты переговорить. Так что… Может, давай пообедаем где-нибудь вместе, а? Ой, у нас сегодня день рождения клиники, и меня пригласили в ресторан. Хочешь со мной? У меня вечером лекция у студентов. Не могу. Ну ладно. Пойду одна. Можно я у тебя переоденусь? Конечно, конечно. А ты где ночевать будешь? А, у Наташи, своей медсестры. Кстати, как тебе платье? Красивое? Очень красивое. И что очень важно, недорогое. Дорогие коллеги, нашей клинике исполняется десять лет. Она успешно развивается. И во многом благодаря тому, что к нам постоянно приходят новые талантливые кадры. Я предлагаю поднять бокалы за Александру Петровну. За ее настоящие и будущие успехи. За вас, Саша. Спасибо. За вас. Поздравляем. Потанцуем? Конечно. О, Саша, потанцуем? Спасибо. Давай. Потанцуем? Саша, наблюдаю за вами. Вы последние несколько дней выглядите не очень. Даже щечки побрекли. Что случилось? У вас график напряженный, да? Утомляетесь? Да нет. Все хорошо. Ну, слушайте, не надо меня обманывать. Я же не слепой. Ну, просто как-то все. В общежитии мест не было. Я думала, я сниму комнату. Но как-то не получилось. Подождите, а вам аванс заплатили? Ну, вот сегодня. Я просто думала, что сниму комнату сразу, а получилось, что надо еще будет в хостеле ночевать. А там восемь человек и все ходят всю ночь. Так что… Ужас. Да нет. Это не ужас. Ужас был, когда ночевал на вокзале. Слушайте, почему вы раньше мне не сказали? Я бы мог как-то помочь вам, решить вашу проблему с комнатой. Ну-ка, пойдемте поговорим. Пойдемте, пойдемте. Давай, присядем здесь. Присядь, Саша. Ну что, ну расскажи, как ты осталась в городе одна, без денег, без квартиры? Что случилось? Что? А? Дом, в котором я жила, он сгорел, и родители у меня погибли. Боже. Боже, девочка. Я же не знал ничего, я же ничего о тебе не знал. Да, все в порядке. Слушай, Саша, я тебе помогу. Я помогу тебе из жизни, из квартиры. Спасибо. Дай, дай слезки. Ну. Ну, все. Спасибо. Все. Ну, все будет хорошо. Я помогу тебе, Саша. Вот и видишь. Саша, Саша, ты такая… Ты что себе позволяешь? Головокружение от успехов? Ну, зараза. Добрый день. Ну, не знаю, Александра Петровна, добрый ли. Вот. Арнольд Борисович подписал указ о вашем увольнении. Что? Арнольд Борисович просил не беспокоить. Да. Главное, просто соблюдать режим. Высыпаться. Да, было хорошо. Да-да. Да-да. Я перезвоню. Что это значит? М-м. Ну, Александра Петровна, это значит, что вы не справились и уволены. Слишком много жалоб на вас и от пациентов, и от медперсонала. К сожалению. Каких пациентов? Кто на меня жаловался? Ну, это не важно. Дело в том, что клиника нашего уровня не может себе позволить держать столь неуживчивого и малокомпетентного врача. Мне казалось, что вчера вы хвалили меня именно как хорошего специалиста. М-м. Ну, вчера. Со вчерашнего дня я пересмотрел свои взгляды. Так что не смею вас больше задерживать. О, Саша, привет. Что-то случилось? Он меня уволил. Кто? Арнольд Борисович. Вчера приставал ко мне, а сегодня уволил. В смысле приставал? А вот так ни с того ни с сего полез ко мне под юбку. Я ему дала пощечину. А он… Так. Я сейчас с ним разберусь. Подожди меня в кофе, ладно? Да. Арнольд Борисович, не помешал? Женя, проходи. Арнольд Борисович, мне Саша сказал… Женя. Женя, скажи, как ты мог меня так подвести, а? Это твоя Александра Петровна. Абсолютно неуравновешенный, взбалмошный человек. От нее вообще непонятно, что можно ожидать. Ты знал об этом? М? Нет, одно дело, если… Вы знакомы недавно. Тогда ты мог не знать об этих ее… Особенностях. Ну, ты же говорил, что знакомы с детства. А в этом случае мне стоит задуматься, смогу ли я и дальше быть твоим научным руководителем, если мы столь сильно расходимся во взглядах на… пристойное поведение. Арнольд Борисович, простите ее. Она же деревенская. Не увольняйте ее, пожалуйста. Я поговорю с ней. Ладно, Женя, ради тебя. Только ради тебя. Пускай пересмотрит свои взгляды, и тогда я опять возьму ее на испытательный срок. Все в порядке? Я извинился за тебя. Сказал, что ты сирота. Он все понял. Что? Извинился? Подожди, а кто просил тебя извиняться? Я же… Я же никому в штаны не лезла. Я не чувствую себя виноватой. Я понимаю. В некоторых ситуациях лучше извиниться, даже если не считаешь себя виноватой. Это же не трудно. А при чем здесь трудно или нетрудно? Ты вообще понимаешь, что в некоторых странах за это в суд подают? Саш, вот сейчас успокойся, ладно? В конце концов, ну, ничего такого Арнольд Борисович ей не сделал. Все хорошо. Как это не сделал? Ну, вот так. Он готов взять тебя на испытательный срок. Просто надо сделать вид, что ничего не было. Ты что, с ума сошел? Саша, ты понимаешь, что по твоей милости я вообще научного руководителя могу лишиться? И тогда все. Прощай, свадьба. Ты этого хочешь? Знаешь, я вообще от тебя ничего не хочу. И замуж я от тебя не выйду. Будь ты хоть доктор наук. Ясно тебе? Выпусти меня. Саша. Выпусти меня. Саша. 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 Да-да. Здравствуйте. Я пришла за расчетом. Рудакова Александра Петровна. Я помню. Ну, а как же так? Наверное, это какая-то ошибка здесь. Нет. Все правильно. Минус авансы, минус штрафы. Все точно. До свидания. Угу. Александра Петровна, здравствуйте. Постойте. Я как раз к вам. Хотел маму на прием записать. Очень жаль. Я здесь больше не работаю. Подождите. Ну, если вы здесь не работаете, значит, работаете в другом месте? Нет. Я вообще больше нигде не работаю и не знаю, что мне делать. Мне даже жить негде. Арнольд Борисович приставал? Откуда вы знаете? Так это же не секрет. Он ко всем хорошеньким пристает. Вы не просто хорошенько. Вы же красивая. Лучше бы я и не была красивой. Тогда бы работы не лишилась. Ну, вопрос работы можно решить. Есть у меня одна мысль. Вас работа в деревне не испугает? Нет. Я работала в сельском медпункте. Отлично. Секундочку. Николай Михайлович, здрасте. Это Алекс беспокоит. Помнится, вы говорили, что не можете врача найти, да? Так не нашли еще? Так вот не ищите, я уже нашел. Опытная, молодая, в частной клинике работала, да? Просто говорит, воздух ей городской не нравится. Угу. Сколько будете платить? Николай Михайлович, так она может и другой совхоз найти. Побогаче. Вот, другое дело. Да, отлично. Договорились. Все, ждите. Угу. Вопрос с работы решен. Там, правда, деньги не такие, как в городе, но Самсонов, он мужик хороший. Сказал, что поможет дом построить. Поживете пока в деревне, а там, глядишь, и в городе работы найдется. Помогите, пожалуйста. Спасибо большое. Да не за что. Ну, Самсонов — это директор совхоза. Вот. Он ждет вас уже сегодня. Если вам нужно собраться, я могу вас завтра завести. А, нет. Спасибо. Спасибо большое. Я сама доберусь. Да? Да. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вы наш новый доктор? Да, да, я. Просите, что опоздал. Вчера дождь был, дорогу развезло, еле доехали. Присаживайтесь в машину. Давайте помогу. Да. Ой, спасибо. Здравствуйте. Спасибо. А давайте сюда, ага. Пожалуйста, пожалуйста. Вы не представляете, как я рад, что вы к нам приехали. Доктора-то у нас уже третий месяц нет. Прежнему Варваре 75 лет было. Она бы дальше работала, да здоровье стала шалить. Его сына почти насильно в город увез. Теперь, в случае с чего, в город ехать надо, не наездишься. Удобств у нас, конечно, городских нет. Зато воздух, река. А вы раньше-то в деревне бывали? Да. Я в деревне выросла. Правда. Ну, вот и славно, вот и хорошо. А мы со временем вам дом построим. Я, я извиняюсь, вы замужем? А то и мы уже вашу работу найдем. Нет, я не замужем. Ну, тоже хорошо. И чего спешить-то? Найдется, хороший парень. Ого! Какие машины у вас классные. Совхоз богатый? Ну, когда-то был богатый миллионер. Ну, а потом, как консервный завод забросили, стали овощи без переработки продавать. Какие уж там прибыли. Да. А я ж для того, чтобы теплица новая поставить, часть земли под коттеджи отдал. Вот и ездят теперь городские. Рыбу удеть, шашточки жарить. Кстати, тоже болеют. Им тоже нужен доктор. Баба Нюра, что? Посади меня. Ой, Верка, видно, помираю. Ой, как мне сердце прихватило. Погоди, Баб Нюр, не помирай. Я не могу дышать. Стой! Ты что, чумовая? Чуть под машину не угодила. Николай Михалыч, там Баб Нюр помирает. А что с ней? Сердце прихватило. Вот беда. Что ж делать-то? А скорую вызывали? Вызывали. Куда идти? Туда. Пойдём. Вы куда? На машине ж можно. Баб Нюра, вы только не помирайте. Я доктора привела. Самсонова с города привёз. Здравствуйте. Какая, какая молодая. Студентка, что ли? Не переживайте, у меня уже пять лет стажа. Давай, подвиньте отсюда. Чего Варвара выехала? Помирать, видимо, придётся. Ну, как тут у вас? Ой, Николай Михалыч, выйти, пожалуйста, ненадолго. И ты, девочка, выйди. Мне надо пациента осмотреть. Я не девочка, а я веренее. Да, я обязательно запомню, но пока нужно выйти ненадолго. Спасибо. Так, давайте мы с вами разденемся. Развяжите, пожалуйста, передник. Хух. Может, я и впрямь зря такую молодую врачиху привёз. Так другой-то нету. Предыдущая Варвара Ивановна сама или ходила. Какой из неё врач? И то правда. О, фу. Слушай, ты сходи и посмотри, что там делается. Угу. Фу. Постель, конечно, у вас никуда не годится. Чего? Мне нравится. Перина неизнушенная, мягкая. В том-то и дело. А для спины нужно, чтобы жёстко было, понимаете? Ну, как вы? А, веренее, заходи. Можно уже. Николай Михайлович, можно. Вот. Так что сердцем у вас всё в порядке, остеохондроз мы подлечим. Матрас поменяйте, и уже гораздо легче будет. Ну, ты как, Игнатьевна? Не дождёшься. Ну, меня отпустила. Вон Саша сказала, что я ещё лет пятьдесят буду жить. Так, чтобы сто двадцати пяти. Ну, вот и славно, вот и хорошо. Я к машине. Александра, ты как освободишься, подходи. О, Михалыч. Чего? А ты где собираешься устроить Сашу? Так я завтра думал этот вопрос решить. А пока можно переночевать в администрации. Пока? Пускай поживёт у меня. Саш! Саш! Ты не возражаешь? Нет, конечно. Спасибо. Ну, вот и ладушки. Хм. Нам сюда. Пойдём, пойдём. Здрасте. Ну, собственно, пришли. Угу. Прошу. Проходи. Ну что, принимай хозяйство? Угу. Да. А уборщица есть у вас тут в амбулатории? Зачем? Сейчас баб нагоним, они мигом всё уберут. Не, ну не надо никого гнать. Я сейчас сама справлюсь, а вообще надо влажную уборку в кабинете каждый день делать. Да? Да. Об этом я как-то не подумал. Ничего, решим. Угу. Так. И ещё знаете что? Вот я смотрю, у некоторых лекарств срок годности уже истёк. Это, получается, я их выбрасываю, надо будет новую покупать. Если надо, покупай. Или список напиши, я как в городе буду, всё куплю. Угу. Договорились, тогда занесу. Ну ладно, пойду я. Больше ничего не надо. Нет, спасибо, я сама справлюсь. Ну и ладушки. Спасибо. Ой, простите. Аккуратно. Здрасте, Александра Петровна. Здравствуй. Давайте я вам братцы помогу. Я дома всегда полы мою. Ну давай, вместе-то веселее. Так. Тогда нам нужна с тобой вода, тряпки. Так. А чё такое? А, воды нет. Вода через дорогу в колодце. Ага. Я сейчас сбегаю. Нет, стой. Да я сама сбегаю. Ты здесь, подожди. Вредно тебе, тяжело таскать. Угу. Так, я сейчас… Здравствуйте. Здравствуйте. Александра Петровна. Рад вас видеть. Как вы устроились? Спасибо, неплохо. А вы что тут делаете? Я живу тут. В смысле, тут дом моих родителей. Я приехал с друзьями на шашлыки. Если хотите, пойдемте к нам. Познакомлюсь с друзьями. Да нет, ну что вы, неудобно, совсем не знакомы. Ну вот и отличный повод познакомиться поближе. Да нет, мне нужно убираться в амбулаторию, и потом вдруг кто-то болен. Ну ладно, в другой раз. Ну я пойду? Может вам помочь? Да я справлюсь, спасибо. Ну что, на что жалуетесь? Да вот колен хрустит, просто сил нет. Присаживайтесь, сейчас будем смотреть. Закатывайте штанину. Покачайте ногой. Стоп. Понятно. Смотрите, я вам сейчас дам эластичный бинт. Вот он. Надо зафиксировать сустав. Ага. Потом купите второй в аптеке и будете менять. С утра проснулись, колено зафиксировали и постарайтесь ногу не нагружать. Все ясно? Да. Ну вот. Спасибо доктора. Ну что, пятнадцать-двадцать минут будет готов. Супер. С кем сражаешься, Портос? Ты что, не видишь? Меня окружают гвардейцы-кардиналы. А вот же. Вот дай-ка мне шпагу, брат. Ага. Давай. Так. Благодарю. Раз. Тебе. Два. На. Еще. Три. Да, все убили. А нет. Вот еще. Где? Старик, прости. Да все нормально. Я сейчас битаюсь. На, возьми, возьми. Держи. Да перестанься, хорошо. Зато всех убили. Да-да, нормально. Там ничего нет? Ни бинта, ни перекиси. Вот. Йод нашла, давай. Йод меня не спасет. Надо обратиться к местному врачу. А откуда здесь врач? Подожди. Помнишь, месяц назад у моего папы был грипп, ты сказал, что врач уволилась, здесь не к кому обратиться. А я сам ее сюда заманил. Из столичной клиники. Как будто чувствовал, что понадобится. И молода ли докторица? О, конечно, молода. Так еще и хорошенькая. Подожди, может быть, все-таки лучше в соседний город съездить? Ну, зачем? Не надо. Ну, как зачем? Откуда ты знаешь, какая врач? Никто просто так из столичных клиник в деревню не уходит. Может быть, ее уволили, а она напортачила что-то. Кристин, ты не угадала ни одной буквы. А я знаю. Сейчас я знаю, сельским врачам дают неплохие подъемные. И доктор теперь у нас богатая невеста, да? Насчет подъемных не скажу. А что касается невесты, я где-то слышал, что у нее маленький ребенок. Ага. Так что она и не невеста вовсе. Ладно, я мигом. Давай. Все хорошо. Есть кто дома? Здрасте. Привет. Простите. Здрасте. Простите. Я, наверное, не вовремя. У меня просто… Вот. Садитесь. Садитесь на диван. Ага. А… Ребенка в городе оставили? С мужем? Что? Какого ребенка? У меня нет ребенка, мужа тоже. Правда? Угу. Это я, наверное, что-то перепутал просто. Привет. Здравствуйте. Кристина, а ты чего пришла? А… Ну, я же руку поранил, не ногу. Доберусь и сам. Все, можете идти. Все? Спасибо большое. Вы мне-то спасли жизнь. Не преувеличивайте. А… Мне, наверное, надо как-то вас отблагодарить, может быть, к нам на шашлыки? Они уже готовы, да, Кристина? Извините, у меня нет времени и много работы, так что в другой раз. Ну, ладно, спасибо. В другой раз, так в другой раз. Приятного аппетита тогда. Спасибо еще раз. До свидания. До свидания. Пошли. До свидания. А Пауба, ну, это как на спол, но там только его… Мыть надо. Здрасьте. Только его каждый день мыть надо. Здрасьте. 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 Все поешь? Да. А чего, турнули тебя, судно? Че так турнули? Может, без меня там все и развалится. Видали? Ценят меня. А чего ж ты так скоро вернулся? Говорил, на полгода уходишь. Че, че? Владелец разорился. Да, а вот меня уже-то на часе рвут. На три других. А у меня заслуженный отпуск. Ну, лучше расскажите, че у вас тут, как? А Верочка наша родила. Да? Плавенно развелись. Я мотор новый купил. Петровы уехали к родне. Ага. Докторица новая появилась. Тоже сто лет бабке. Не, молоденькая и не замужем. Серьезно? Да. Ну, пойду. Уколчик сделаю. Куда это? Здрасте. А вы докторка наша новая? Ну, это я уже знаю. Шурка тебя зовут. Вот. Ну, а я Антон. Или Тоха. Моряк рыболовного флота. Вот. Из рейса только вернулся. Будем знакомы. Я очень рада за вас, Антон, что вы вернулись из рейса. Но я для вас не Саша, а тем более не Шурка. Александра Петровна, ваш сельский доктор. Ну, а теперь, что вас привело ко мне? Какие проблемы со здоровьем? Да ты чё? Какие у меня могут быть проблемы со здоровьем? Я ж моряк! А значит, здоров как бык производителя. Знаете что, производитель? Я рекомендую вам покинуть амбулаторию, потому что она предназначена как раз для больных людей. Выход там. До свидания. Доктор, там дед Егор под лошадь попал. Пожалуйста, скорее. Так. Идёмте. Надо деда в дом перенести, что ж он на земле-то лежит. Пострадавшего в ДТП с места трогать нельзя. Лошадь? Это разве ДТП? А что? На дороге. Значит, ДТП. Так, где болит у вас? Доктор, голова и нога, колено проклятой. Так, подвиньтесь. Что у нас там? А где же бинт эластичный, который я вам дала? Один он у меня. Беречь, да-да. Егор Александрович, тебя надо беречь, а не бинт. Так, ну всё ясно, здесь вывих. Так, в больницу надо везти. Степан, заводи машину. Стоп, не надо никого никуда везти. Подождите. Так, вы и вы, помогите мне его. Поднимите за плечи. Так. Так. Егор Александрович, может сто грамм для анестезии? Поднимайте. Неплохо, Бен. Кувалдой по башке вмиг отрючится. Шутки у тебя дурацкие. Ой, мама. Вот так. Вы их я вправила. Теперь покой. А вы введите его до дома. Я приду и сделаю укол. Спасибо, доктор. Намного легче. Вот так. Николаич, баян мой захвати. Вериней, пойдём со мной. Я не захотел. Вериней, я знаю, ты медиком хочешь спить? Нормально, детка. Да, сиськи. Ты знаешь, Егору Александровичу сейчас нужна будет помощь. Ему будет тяжело вставать. Давай представим, что ты сестра милосердия. Приглядишь за ним? Хорошо. Скажи, Саш, а можно мне сегодня на танцы пойти? Ну, я думаю, можно. Вряд ли с ним что-то за пару часов случится. А ты со мной пойдёшь? А зачем? Ну, как же, все ходят. Но уйдет Егор, меня одну не отпустит. Да, проблема. Ну, ладно. Приду, выручу тебя. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, что, Александра, Петровна, потанцуем. Спасибо. Я не хочу. Что, горды, деревенские эти не пары. Идем потанцуем. Антон, я по-хорошему объясняю, я не хочу с тобой танцевать. Да ладно, чё? Не трогай меня, я не хочу танцевать. Ты объяснила, не трогай, отпусти меня. Да ладно, чё ты? Не трожь, да корицу. А ты чё? Того чё? А не больно-то и хотелось. Скучище у вас здесь. Малая, ты танцуй с кем хочешь. Здесь себя никто не тронет. Спасибо. Не хочется. Мальчики. Мальчики. Да. Привет. Привет. Привет, Кристина. Как дела? Нормально. Чё делать будем? А что, чё-то надо делать? Ну, мы же приехали отдыхать. Вот и отдыхайте по полной. Веселитесь. Ну, может, купаться пойдем? У тебя вода в бассейне теплая? Кстати, идите купайтесь, да. А у меня одно дело есть. Я вспомнил. Какое дело? Я вспомнил. А, да так, по работе. Ты пей кофе. Все, я ушел. Давай. Давай. Самсонов нормальный. Он правильный дядька. Ой, не могу. Да никакой он. Поэтому идет все, как идет. Вот увидишь. Так будет продолжаться. Скоро в совхозе никто работать не будет. Здравствуйте. Здрасте. Я к вам. Руку посмотрите. А что, болит? Болит. Ну, посмотрю. Садитесь. Садитесь. Давайте. Не знаю. Все нормально. Заживает. Да? Угу. А, ну, хорошо. Спасибо. Я пойду тогда. Я просто хотел… Ладно. Да. Да. Значит так. Звонили из кузнечихи. У лесника жена рожай. А машины-то у них нет, как на грех. Скорая к ним точно не успеет. Ты как, Саша? Да, конечно. Я готова ехать. Только тут такое дело. У объезда часа два будет. А через лес напрямки полчаса. Вот думаю, кого тебе в сопровождение дать? Может быть, Оха все равно без дела болтается. Не надо. Вы объясните, как дойти. Я сама. Нет, нет. Одна ты не пойдешь. Места тебе не знают. Не знаю. Лучше я сам кого-нибудь пойду. Я могу. Я места знаю. Да? Да. А… И то дело. Ну, если вы не против, конечно. Ну, тогда пойдемте. Давайте помогу. Идем? Куртку мою возьми. Вечером похолодать может. Спасибо, не надо. Так. Так, давай. На вкусе и проглоти. Давай. Вот. Молодец. Вот. Проглоти. А теперь повторяй за мной. Хлебушка на тебя. Хлебушек на тебя. Матушка Пресвятая Богородица смотрела. Пресвятая Богородица смотрела Да во время родов муки телесные терпела. Муки телесные. Телесные терпела. Молодец! Вот так бы и мне… Так бы и мне на все это смотреть. День, он мне смотреть! И мух при своих родах при своих родах… Термаха. Это самое. Хлебушек. Вот. Здравствуйте. Здравствуйте, я врач. Так, вы дрожжените. Хорошо. Почему в роддом не поехали? Так мы только послезавтра собирались, врач сказал. Ясно. Так, воды горячей нагрейте. Уже. А вы на выход. Выходим. Спасибо. Давайте, 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 давайте. Да. Так. Сюда? Сюда поставьте. И дверь закройте. Все. Так, все будет хорошо. Умночка. Да. Хорошо. Молодец. Куришь? Пиши. Нет. А доктор тебе кто? Жена? Ай. Молодая такая. Справится? Да, конечно, справится. Саша у меня лучший врач. Она в столице в частной клинике работала. Ух ты. А зачем сюда? Узнала, что в деревне нет врача. И решила помогать людям здесь. Ух ты. О как. Да. Поздравляю. Поздравляю. У вас мальчик. Держите. Не бойтесь. Вот так осторожно голову. Вот так, вот. Спасибо. Мальчик. Саша, прости меня. Нет ни фонарика, и телефон сел. Блин. Слушай, мне кажется, мы тут проходили уже. Да. Черт. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Что делать? Секундочку. Холодно. Мне кажется, я что-то нашел. Что? Идем. Что ты нашел? Руку давай. Что? Идем, идем, идем. Смотри. Что? А! Так, аккуратно. Саша, аккуратно. Заходи. Холодно. Заходи. А где хозяева этой избушки? А здесь нет хозяев. Садись. Ага. Это избушка для тех, кто хочет переждать непогоду в лесу. Сейчас. Сейчас все будет. Холодно? Да. Ну, или охотники останавливаются, отдохнуть. Так. Вот. Другое дело. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Вот так. Сейчас, нужно быть, теплее. Да? Алекс. Да? А как же, как же Кристина? Она же твоя девушка. С чего ты взяла? Кристина просто дочь, друга и соседа, моих родителей по коттеджу. Ну, и я ее с детства узнаю. Тепло ли тебе, девицын? Тепло ли тебе, красная? Тепло. Дедушка. Саша и Алекс до сих пор не вернулись. А ну, как заблукали, поднимай народ, искать будем. Ушли они вчера с деревни, в МЧС звонить надо. А МЧС-а твоя еще полдня собираться будет, нельзя время терять, поднимай народ, говорю. Нюра, ну, кого поднимать? Ну, сама подумай. В деревне одни старики да дети. Лучше я в МЧС позвоню. Ну, что ты за директор такой? Не хочешь людей поднимать? Я сама по дворам пойду. Вот же тропинка. Как мы вчера могли ее не заметить? Это судьба, Сашенька. Так, надо Самсонову позвонить, они же нас потеряли все. Блин. Что? Ну, телефон сдох. Ну, я тоже. Ну, пойдем тогда. Ну, пойдем тогда. Пошли. Идем. Значит, так стояли вот здесь. Ну, и что делать? Мы их будем теперь искать. Да. Ну, зачем она заставила Алекса с ней в лес идти? Ну, ты, мать, это, Алекса тоже не мальчик с пальчиком, чтобы его кто-то мог в лес утащить. Взрослый парень. Да ладно, Кристин, ну, найдутся они. Они мне не нужны. Мне Алекса нужен. Знаешь, Кристин, может, тебе лучше нас дома подождать? Какая тебе разница, где нервничать? Значит так, все выстроились в шеренгу. Пойдем цепью. Так, чтобы видели друг друга. Ясно? Ясно, ясно, ясно. Да понятно, пойдемте уже. Значит, по моей команде мы начинаем движение. Опа! Смотрите, кто идет. О-о-о, Алекса. А вот и они. О-о-о, Алекса, ты где был? Чего у вас так шумно-то? Как-то у вас много собралось. Так, знакомьтесь. Это моя девушка Саша. Очень приятно. Артем. Егор. Очень приятно. Вы вообще в курсе, что вы нам квест обломали? Мы собирались только что все вместе вас искать в лесу. Прости. Слава Богу, Господи. Пойдем, пойдем домой покушаешь. Эта мысль моя не ужинала, не завтракала. Нашла. Саша, увидимся. Мама родная, идем шум. Ну, давай, колись. Давай, давай. Ну, рассказывай. Чего там? Алекс! Да. Ну, ты скоро? А, я иду. Но ведь мы сегодня собирались ехать. А кто собирался? Ну? Я не собирался. Я хотел отдохнуть. Ну, конечно. Я вместо этого по лесу в грозу с этой поломной врачихой бегал. Кристина, ну, у нас же свободная страна. Каждый вправе выбирать отдых по вкусу. Вдруг мне нравится бегать по лесу ночью. Но ведь завтра вечером фестиваль начинается. Когда мы поедем? Ребята сегодня собираются ехать. Ну, так поезжай с ними. Я еще останусь здесь, в деревне, на пару дней. Может, на недельку. Посмотрим. А он что? А он избушку нашел, и там печь растопил. Ой, не могу. Героя себя нашла. Дураком надо быть, чтоб ему об этой избушке не знать. В смысле? Что в смысле? Да он с малолетства тут все облазил. Прабабка его тут жила. Ее тут и схоронили. Правда? А он тебя не домогался? Ты же девка видная. Красивая, незамужняя. Всякий захочет. Нет. Ну что, баба Нюр, Алекс, он не такой. Он деликатный. Ой, деликатный. Слово какое забытое. А, ну, скажи… А если… Баба Нюр, мне просто в аббулаторию пора. Вдруг там кто-то ждет, и… Вы только не мыйте посуду. Я вернусь, я все помою. Свет, как же? Да они уже давно б сюда приперли. Ладно, иди. Дорежу я, что тебе мои расспросы надоели. А? И так все поняла. Здравствуйте. Кристина, вы что-то хотели? Хотела. Ну, тогда пройдемте. Проходите. Спасибо. Что же Кристина вас привело ко мне? Какая у вас проблема? Моя главная проблема — это ты. Оставь Алекса в покое. Все знают, что он мой жених. Надо же. А у меня совсем другая информация. Может, мы лучше Алексу узнаем? Я думаю, ему лучше знать. Оставь его в покое. Ты поняла меня? Ты, ты, ты меня поняла? А? Вон отсюда вышла? Я сама решу, с кем мне быть. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Слышишь? Добавил субтитры DimaTorzok 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 А я вспомнила Что? Ты знаешь, что сегодня ночь на Иване Купале Нет Нет. Я когда была маленькая, я в эту ночь всегда хотела найти цветущий папоротник. Потому что я считала, что он принесет мне счастье. А сейчас я не буду его искать. Почему? Ну, потому что она уже здесь. Где? Так, родители. Знакомьтесь, это моя Саша. Очень приятно. Здравствуйте. Саша, это моя мама, Татьяна Александровна. Это мой папа, Илья Алексеевич. Здравствуйте. Саша. В чем дело? Извините. Баба Нюра, откройте дверь. Открывайте. Баба Нюра, откройте дверь. Открывайте. Баба Нюра, с Сашей не приходила? Господи, не успел девку получить. Уж потерял. Никак обидел ее. Слушайте, я не знаю, что произошло. Она, она просто ушла, и я пытаюсь ее найти. Уж потерял. Субтитры создавал DimaTorzok Саша, что такое? Слышишь? Другой. Что случилось? Посмотри на меня. Что такое? Сашенька, ты чего? А? Что случилось? Ну, посмотри на меня. Я не хочу с тобой говорить. Пойдем, там родители ждут. Ну, хорошая моя, посмотри на меня. Ты чего? А? Ну, а? Я не пойду больше к тебе домой. Пойдем к бабе Нюре тогда. Сашенька, ну, посмотри на меня. Я… Ты чего? Ты чего? Я пойду к ней одна. Не надо меня провожать. Ну, что? Нашел? Я-то нашел. И? Ну, она не хочет нам идти. Она даже говорить со мной не хочет. Вот. Алекс, а ты уверен в психическом здоровье своей барышни? Илья, ну… Нормальные люди так себя не ведут. Пап, прекрати. Ты ее не знаешь. Это факт. Вопрос, знаешь ли ты? Ладно, я скоро вернусь. Алекс, а… Алекс, оденься! Алекс, оденься! Ну, что моя хорошая, обидел он тебя, а ты прости. Ну, такая наша бабья доля. Прощать. Я все в порядке. Не обидел. Просто нам не нужно быть вместе. Ну, и ладно. Ну, и ладно, моя девочка. Моя хорошая. Пойдем спать. Утро вечера мудренее. Пойдем, пойдем. Все будет хорошо. Вот увидишь, моя хорошая. Пойдем. Пойдем. Саша, я… Я не уйду, пока ты мне не объяснишь, в чем я виноват. Дело в том, что… Что по вине твоего отца, я стала сиротой. Сашенька, ты… Ты что такое говоришь? Я знаю, что именно из-за него погибли мои родители. Даже если это не он поджег дом, это сделали по его приказу. Саша, Саша, мой… Мой отец, он нормальный. Он… Он хороший человек, он не мог. Но зачем ему это надо? Я не знаю. Может быть, чтобы отжать за вот, или из-за документов, которые мне дал отец. Я просто знаю, что эти бумаги, они очень важны. Они могут доказать, что твой отец — рейдер. Саша. Саша, покажи мне эти документы. Пожалуйста. Хорошо. Смотри. Дай мне эту папку. Если эти документы действительно правдивы, то я смогу все доказать и вернуть тебе завода. Ты что, правда ничего не понимаешь? То есть, ты такой же, как твой отец? Мои родители погибли, их не вернуть. Ты мне говоришь про заботы, про деньги. Уходи. Уходи. Илья. Угу. А ты точно никогда раньше не видел эту самую Александру? Я ее не видела, у меня профессиональная память, я бы вспомнила. Тань, ну что ты такое говоришь? Но именно увидев тебя, она убежала. Слушай, где я и где эта Александра? Ну, где, по-твоему, я мог с ней познакомиться? Не знаю. Не знаю. Но, если ты от меня что-то скрываешь, меня это огорчит. Тань, я тебя умоляю. Не хватает нам еще поругаться из-за этой девушки Алекса. Ее вообще не нравится мне эта девица. Странная она. Кто такая, откуда? Надо Кристине позвонить. Пусть приедет, отвлечет парня. Не надо лезть тебе в это дело. Пусть они сами разбираются. Алекс, Таня, яичница готова. Доброе утро. Привет. Можно поговорить с тобой? Может быть, сначала позавтракаем? Я бы хотел прямо сейчас. Ну, ну давай поговорим. Тебе известно имя? Петра Григорьевича Рудакова. Э, Рудаков, Рудаков. Что это такое? Ну, ты купил его в молочный завод. Я не понимаю, что за допрос такой. Да, я знаю Рудакова. И, возможно, наша компания купила у него завод. Мне лично об этом ничего не известно. У нас очень большой холдинг. Я не могу следить за всеми нашими приобретениями, продажами. А ты почему, собственно, интересуешься? Просто Саша дочь Рудакова. И она слышала, как ты угрожала ему. После этого он погиб. Погиб? Как погиб? Подожди, подожди. Ну, я действительно встречался с Петром Григорьевичем. Но только потому, что он меня сам пригласил. Он был заинтересован в наших инвестициях. Но мы с ним не сошлись. Вот и все. То есть, погиб. Как погиб-то? Это горе большое. Хороший был мужик. Он сгорел. Сразу после твоего визита. После? Не означает вследствие. Ты что, полагаешь, что это я поджег его дом? А я не сказал, что он сгорел в доме, папа. Не лови меня на слове. Ты сказал, сгорел. Сгорают обычно при пожаре. Рудаков, после твоего визита, передал Саше папку с документами. Я видел эти документы. Если они правдивы, то в один прекрасный день тобой займется прокуратура. Бред какой! Если у этой девчонки есть компрометирующие меня документы, чего она не идет в прокуратуру? Потому что это болтовня. А как ты можешь верить подобным обвинениям? Ты что, считаешь, что твой отец преступник, да? Я просто пришел поговорить, папа. Ты пойми, что эти обвинения очень серьезны. Вот. Вот значит, твоя благодарность за все, что я для тебя сделал. Ты веришь первой встречной потаскухе? Илья, Илья, прекрати. Алекс, ну это правда чудовищное обвинение. Может, у девочки эмоции, все-таки отец погиб. Если это неправда, я извинюсь. Но если это правда, папа, вы меня больше никогда не увидите. Добрый день. Здрасте. А я с папой приехала, решила зайти. Я не вовремя? Алекс, ты куда? Ухожу. А можно я с тобой? Здрасте. Дело есть. В доме Анны Игнатьевны Полуановой. Знаешь такую? Знаю. Как не знать? И чё? Так вот. Там где-то лежит папка. Там таблицы, графики, фотографии. Короче, эта папка принадлежит мне. Ты мог бы для меня её забрать? Не понял. А сами вы чё? А сам я... Ничего. А он чё? Маловато. Дело-то серьёзное. Хватит. А то ведь я могу и другого кого-нибудь найти. И сделать это надо быстро. Да считайте, что эта папка уже у вас. Добро. Здравствуйте. Я Алекс. Это обо мне говорил Николай Николаевич. Здравствуйте. Мы поняли. Можно? Если бы не рекомендация Николая Николаевича, мы ни за что не стали бы с вами разговаривать. Почему? Опасаемся. За свою жизнь. Ну, теперь уже не опасаемся. Все документы уже в прокуратуре. Так что, пусть старых попляшет. То есть, вы думаете, что Рудаков не продавал завод? Да тут думать нечего. Подписи на документы о продаже не его. Посмотрите. Пожалуйста. Вы знаете, я не специалист, но мне кажется, что похоже. Если бы вы проработали с Рудаковым столько, сколько проработала я, вы бы так не сказали. Скажите, а нашли того, кто поджег в дом Рудакова? Ну, мне кажется, что и не искали. А вы давно видели Сашу? Недавно. Как она? Устроилась на работу? Да. Работает. Все хорошо. Передайте ей привет от меня. Обязательно. Скажите, я могу взять эти документы и сделать копию? Конечно, берите. Это и так копия. Оригиналы в прокуратуре. Отлично. Э進! А! Саша! Что дела? Ты ко мне, Антон? Ну, ты это, прости за танцы. Ну, ладно, забыли. Так это, может, в кино сходим? Ты ухаживаешь за мной, что ли? И че? Ты ж теперь одиночка. А вот это совершенно не твое дело. Пожалеешь. Значит, смотри. Судя по тому, что мне удалось раскопать, сделка проводилась в компании твоего отца, но в интересах другой компании. Все проходило через офшоры, потому отследить очень трудно. Надо бы проверить, настоящая ли подпись Рудакова на документах. Но прокуратура это сделает и без нас. Ну, вряд ли прокуратура поделится со мной результатами и экспертизой. Тёма, мне нужно знать, что и как. Причём, срочно. Ну, я даже не знаю. У меня никого нет в прокуратуре. Да их компы не подключены к сети. Не, ну, я, конечно, мог бы попробовать, но не рискал. Да не-не-не, я не это имел в виду. Ты что? А как тогда? Слушай, может быть, можно как-то неофициально провести экспертизу подписи? Да. У меня есть настоящая подпись Рудакова и та, что была на документах по продаже. Так. Слушай, ну да, можно попробовать. Дай мне пару дней. Так, это есть. Супрастин, мизимцы, рукал. Так, ну, бинты. Всё-всё вроде есть, да. Ну, вот и ладушки. Так. А как там наш Михалыч? А я звонила в больницу, и уже ничего, идёт на поправку. Ну, я пошла. А, Роза Марковна, подождите, я хотела вас попросить. Сейчас, мне тут, вот. Вы не могли бы эту папку у себя в сейф убрать? Да уберу, а чё? Ой, а ты не могла бы мне её вечерком поднести? Мне ещё надо в налоговую, в город. Я ещё не в контору. Или это срочно? Нет, нет. Что вы, не срочно. А, ну, хорошо. Давайте. Спасибо. Что значит, не нашёл? Ты с ума сошёл? Я тебе за что плачу? Я точно знаю, она там. Там компромат, идиот. Папку Рудакова нужно добыть любой ценой. Любой, слышишь? Сколько ты хочешь? Пять. Десять. Будет тебе десять, будет? Всё, бой. Танюшка, а ты уж вернулась, а я и не заметил. Ну, где тебе за твоими махинациями-то заметить? Тань, ты всё неправильно поняла. Нет, я всё правильно поняла. Мне кажется, что Алекс тоже правильно всё понял. Ты, ты хоть понимаешь, что сына ты почти потерял? Знаешь, я, пожалуй, тоже от тебя ухожу. Танюш, ну, нельзя же так. Ну, ты что? Слушай меня, если с этой девочкой что-нибудь случится, я знаю, кто в этом будет виноват. Слушай, не делай из меня монстра. Ой. Доченька, доченька. А, осторожно, осторожно, осторожно. Вот. Что случилось-то, доченька? Что за... Что? По голове кто-то... Да кто посмел-то? Ну, тихо-тихо-тихо. Ну-ка, пойдём, я тебя до дому провожу. Держись. Вот так. Опа. Пойдём-пойдём. Пойдём. Ах ты, Господи. А, кто же это? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Пойдём-пойдём. Эфига. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Осторожно, осторожно. Вот так. О, ничего себе. Это кто ж посмел-то? Да и что у бабы Нюры искать-то? Да. Это я виновата. Ой, Господи, ты цела? Вишь, Игнатьевна, как у тебя все перевернули? Небось, золотые бриллианты прячешь. Прекрати. Тебе только шутки шутить. Иди отсюда. Не видишь, как девка? Так. Переживает ей плохо. Иди. Иди, я сказала. Господи, это ж надо такое. И впрямь, что тут было искать? Я не понимаю. У меня в амбаре мышь на аркане повесилась. На нашу пенсию не зажируешь. Это Алекс. Ты чё, в ряду, что ли? Что ему здесь искать? Папку. Он искал папку моего отца. А? Там компромат на его отца. И больше про эту папку здесь никто не знает. Чёрт. Всё сходится. Он пришёл сюда. Он искал её здесь. Не нашёл. Тогда ударил меня по голове и играл. Ты не то, Саша, говоришь. Не то. Алекс хороший парень. Я не знаю, что там за отец у него, но Алекс хороший. Нет. Иначе просто это нельзя объяснить. То, что тут произошло. Я не знаю, как объяснить, но я… Я знаю, что он не мог тебя ударить по голове. Я чувствую сердцем. Он не виноват. Саша, он не виноват. А куда это ты собираешься? Я уезжаю. Я думаю, вам лучше не знать, куда. Сашенька, может, не поедешь? Ну, папку с документами всё равно уж украли. Нет, баба Нюра. Я очень боюсь. Я тоже кое-что знаю. Я не хочу подвергать вас опасности. Вот. Это очень, очень страшные люди. Они убили моих родителей. Сердце болит, сил нет. Если ты пытаешься меня таким образом разжалобить, это смешно ей-богу. Ты что здесь бросишь меня помирать? Я за врачом. Ну… Привет. Ну? Значит, такое дело, старик. Подпись совершенно точно подделана. Так что завод просто отжали. Ого. Сейчас это обычное, в общем, дело. Дикий капитализм. Неужели мой отец мог заказать Рудакова, Тёма? Я не очень понимаю, зачем. Ведь зовут можно отжать и просто. Доказывай потом, что это не верблюд. Хотя… Мёртвый вообще не спросит. Что мне делать? Мой отец оказался преступником. Сдать его следственным органам? Но я не могу так поступить. Он же всё-таки мой отец. Оставить это всё просто так будет несправедливо. Ты за кого так переживаешь-то, старик? Я люблю Сашу. И как мне после этого смотреть ей в глаза? Да. Налицо конфликт интересов. Лучше б твой отец, конечно, у кого-то другого бизнеса, Джон. Что ты несёшь? Да шучу я, шучу. Чего ты? Тебе надо поговорить с Сашей и всё ей рассказать. Ты правда. Господи. Саша! Саша, как хорошо, что я вас застала. Саша, простите, пожалуйста. У Льи Алексеевича приступ, мне кажется, это сердце. Александра, я… Правда, я… Александра, я понимаю, что у вас есть основания нам отказать. Но я прошу, пожалуйста. Такие, как вы, никогда меня не поймут. Я в первую очередь врач. Пойдёмте. Благодарю. Держите. Спасибо. Спасибо, Саш. Я хотел объяснить. Больной, молчите, пожалуйста. Вам лучше молчать. А, Александра, сколько мы вам должны? Вы полагаете, что всё можно купить? Нет. Это просто работа. Уберите деньги. Они мне не нужны. Саша, вы знаете, мы с Алексом поняли. Извините, у меня нет времени. Больному нужен покой. До свидания. Здравствуйте. А вы до Киева не едете? Ха. Еду. И как раз до Киева. Садитесь. Ха. Здравствуйте. А вы до Киева не едете? В деревне живёте или в гостях были? Жила. А чего в город на ночь глядя? Меня хотели убить. Что, серьёзно, что ли? Так тебе в полицию надо. О, Боже мой. Боже мой. Мёртвый. Девочка. Девочка. Девочка, ты живая? Давай, давай, давай. Давай быстренько, быстренько, вылазь. Выходим, выходим, выходим. Выходим ко мне в машинку. Давай, моя хорошая. Давай. Быстренько. Вот так, вот так. Ой, молодец. Молодец, молодец. Садись. Садись, садись, садись. Быстренько. Так. Ого. Ого, ого. Фух. Так. Алло, девушка. Авария на шестьдесят третьем километре. Да. Да, одна машина. Нет, водитель погиб. Девушка пострадала, пассажирка. Я везу её в больницу в Старгород. Я завоотделением терапевтическим. Да, да. Спасибо. Ну, всё. Поехали. Её нет, Саши. Я же говорю тебе, не веришь, пойди. В избе поищи. А где она? Уехала. Её ж тут едва насмерть не пришибли. Кто-то по голове её стукнул. Потом весь дом перевернули, какие-то бумаги искали. Вот она собрала вещи и уехала, чтобы меня заодно не прижибли. Хорошая девчонка. Хорошая девчонка. Слушай, это точно не ты её стукнул по голове? Она почему-то во всём тебя винит. А я, если честно, не верю. Когда она уехала? Недавно. А куда? Откуда я знаю, куда? Вещи собрала и пошла на остановку. На трассу. Автобуса ещё не было. Беги туда. Ищи её. Ой, Господи. С ума сошёл? Ты как там машину поставил? Убирай давай. Убирай. У меня расписание. Ты о чём только думал. Простите. О девушке думал. Простите. О девушке он думал. Очнулась. Ой, как хорошо. Ведь пять дней была без сознания. Так что считаю, что заново родилась. Ой, это просто чудо, что я успела тебя довезти. Как, как я… Как я здесь оказалась? Ну, так авария была. Ты в машине ехала. А за рулём-то кто был? Знакомый твой? Нет, я попутку поймала. Ага. Что с ним? Погиб. Погиб он. Такие дела. Да, телефон твой разбился. Я не знаю, куда позвонить и сказать, что ты здесь. Ну, родные, наверное, уже с ума сходят. Некому звонить. Нет у меня никого. Некому звонить. Нет у меня никого. Оу. Вижу, мы вернулись к привычному образу жизни. Можем поговорить. Танечка, ну я только что оклемался. Ну не можешь ты меня упрекнуть в рёмочке. На Сашу было совершено покушение. А я тут при чём? Ты же знаешь, я лежал в лёжку. Слушай, не делай из меня идиотку, ладно? Пожалуйста. Сашу ударили по голове ровно после твоего с ней разговора, который, как ты помнишь, я слышала. Значит, папка у тебя. Нет у меня её. Правда? Где же она? Сжёг. И в землю закопал, и надпись написал. Предусмотрительно. Значит так, после всего, что произошло, как ты понимаешь, я не могу с тобой жить. Не хочу. Киевскую квартиру можешь оставить себе, нам с Алексом есть где жить. Тань, ну зачем ты так со мной? Ну прости ты меня. Ты же знаешь, я всё это делал для вас. Я всегда всё делал. Ну куда вы без меня? Пожалуйста, хватит. У меня есть работа, и я проживу без тебя. У Алекса хорошее образование, аспирантура. И всего добился сам, слава богу. Не работает с тобой. Да, коттедж останется нам. Между прочим, коттедж построен на деньги от моего бизнеса. Между прочим, твой бизнес построен на связях и деньгах моего отца. Забыл? Тань. Неделя. У тебя неделя. И чтобы духу твоего здесь не было. Саша, как вы себя чувствуете? Спасибо. Гораздо лучше. Вот и хорошо. Мне надо с вами поговорить, но сейчас мне нужно срочно уйти ненадолго. А потом я вернусь и поговорим. Хорошо? Конечно. Хорошо. Я в отчаянии, Тёп. Не знаю, где её искать. В Ильинку она не вернулась. Вокруг миллион городков и посёлков, где её с радостью могут взять на работу. А телефон не берёт? Забанила тебя, что ли? Телефон постоянно вне зоны доступа. Наверное, симку сменила. Знаешь, есть у меня одна мысль. Где-то она работать точно должна. Ну, ей жить же на что-то надо. Так вот, если она вышла на работу в другое место, то мы об этом узнаем у налоговой инспекции. Так. Вуаля. Так. Рудакова. А чёрт. Что? Она всё ещё числится в Мидленде. Ну, знаешь, что я тебе скажу, старик? Если она тебя любит, то она сама тебя найдёт. А если не любит, тогда зачем её искать? Ну, хотя бы для того, чтобы она сказала, что не любит именно меня, а не моего отца. Найди мне рейматолога, хоть из-под земли. Мы её теряем. А Людмила Петровна где? Так на конференции этой всю дурацкой. А, да, хорошо. Что случилось у вас? Ничего. Больная. Вернитесь в палату. Я врач. Что случилось у вас? Показывайте. Идёмте. Почему в реанимацию не везёте? В реанимации никого нет, и дверь закрыта. Понятно. Игла для внутрисердечных и адреналин есть? Есть. Несите быстро. Что тут? Внезапная остановка сердца. Хорошо, что вовремя заметили. Спасибо тебе, Сашенька. Ну, если бы не ты, ну, точно я бы сегодня работа лишилась. Вина отзаймись. Хорошо. Пойдём, Сашка, мне в кабинет. Чайку попьём. Пойдём. Я вот о чём хотела поговорить с тобой, Саш. Ты знаешь, что ты беременна? Это результаты твоего УЗИ. Ты, конечно, прости меня за такой совет. Я не знаю всех твоих обстоятельств, но я бы посоветовала тебе сделать аборт. Мы, когда лечили тебя, мы не знали, что ты носишь ребёнка. Ну, мало ли, какие могут быть осложнения. А потом, насколько я правильно поняла, ты с отцом ребёнка рассталась. Стоит ли рисковать, а? Мне надо подумать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Алик, сын, выслушай меня. Умоляю тебя, моя жизнь стала абсолютно бессмысленной. Я ведь все делал только ради вас. А теперь, мама твоя от меня ушла. Ты не отвечаешь на телефонные звонки. Давай поговорим. Я все объясню. Зачем мне что-то объяснять, папа? Я все знаю. Алекс, клянусь тебе, я все исправлю. На меня, на меня надавили партнеры с этой Ильинкой. Я все исправлю, клянусь тебе. Научился воскрешать мертвых? Ну что, Сашенька, какие у тебя планы? Если ты на аборт не решилась, я могу тебя выписать хоть завтра. Конечно, я оставлю ребенка. Но как-нибудь выращу сама. Справлюсь. Вот и хорошо. Вот и здорово. Ну, не пора ли тебе подумать о работе? Ну да, вы правы. Пора уже что-нибудь искать. Да не надо ничего искать. У нас терапевты из отделения в декрет уходят. Может, поработаешь вместо нее? Ну, было бы очень здорово. Только жить-то мне в старой городе негде. Хотя мне вообще жить негде. А знаешь, что я подумала? Давай ты у меня поживешь. Квартира у меня двухкомнатная. Раньше я там с дочкой жила, а теперь на замуж вышла. А я сама все никак не могу привыкнуть. Спасибо. Вот, так мне мама всегда говорила, что Ильинка — твой дом. Ну, так и было. Все такие родные. Я же их всех знала с самого детства, росли вместе. Вот. А когда родители погибли, как-то все изменилось. Теперь уже, получается, нет дома. Мне кажется, даже никто не вспоминает про меня. Да, ну. Может, их вспоминают. Боятся беспокоить. Знаешь, люди все разные. И спокойствие по-разному проявляют. Вот, например, моя дочь привезет внучку на два дня. А я ей говорю, Даш, ну, так мою дочку зовут, ну, привези хотя бы в отпуск. У нас природа, погода, воздух. Рядом лес, речка. А она мне говорит, мам, это тяжело, ты устанешь. Ну, вот так свою заботу проявляет, чудачка. Разве ж можно от детей устать? А у нее даже в городе нянька с ребенком сидит. А вот я ни за что не отдала чужому человеку ребенка. Так что, дети очень часто от своих родителей очень сильно отличаются. Вы правда так думаете? Конечно. Всяк со своим характером рождается. И своим умом решение принимает. Саша, ну, здравствуй. Здравствуйте, Николай Михайлович. Как я рада вас видеть. Как у вас дела? Как здоровье? Сердце больше не болело. Вот курить бросил. Ну, и хорошо. А как село? Как баба Нюра? Да вроде все по-прежнему. Не померник, но тьфу. А врача-то у нас таки нет. Вы уж простите меня, Николай Михайлович. Да ладно, чего ж ты? А то я гляжу, замуж вышла? Ну да. Это хорошо. Ну да. И растет ребенок там не по дням, а по часам. Вот тебя забыли спросить. Иди машиной занимайся. Ну так готова уже. Ну что, рада был повидаться. Ты уж прости, мне ехать надо. В райадминистрацию вызвали. Счастливо. Я тоже рада. Мне тоже бежать на работу. До свидания. До свидания. Ну, все не так плохо. Думаю, пару дней еще понаблюдаем. И думаю, будете домой собираться. Вот хорошо. Спасибо большое. Доктор, а вы не могли бы выписать рецепт на лекарство? Я их ежедневно пью, а всего две таблетки осталось. А без рецепта жене в аптеке не дают. Подождите, зачем в аптеке? Я же вам выписывала рецепт. Вам что, здесь в больнице не дают? Так медсестра мне сказала, что нету в больнице. Понятно. Хорошо, я разберусь. Спасибо вам большое, Людмила Петровна. Это вам. И это. Да. Ну, и как договаривались? Людмила Петровна… Извините. Ну, я пойду. Да, конечно. До свидания. Саша, ты все неправильно поняла. А как еще можно понять взятку? Ну, ты вот сейчас не права. Эти деньги заплатил богатый пациент. Он находился в особых условиях, и питание у него было особое. Да, так бывает. У богатых людей тоже случается острый панкреатит. И я считаю, что я могу взять эти деньги. Потому что теперь из них я могу заплатить за лекарства Круглову. Ты же из-за него прибегала? Ну, и в пункте переливания крови купить хотя бы две дозы для Андреева. Я ведь не хуже твоего понимаю, что на одних таблетках он загнется. Думаешь, мне этого хватит? Еще и своей придется докладывать. А хочешь, сдай меня полиции. Пусть меня посадят. Взятошницу такую. Извините, Людмила Петровна. Я не подумала. Эх, девонька, с карата на расправу. Очень часто в жизни все не так, как кажется. Что-то нехорошо. Голова болит. Сейчас. Саша! Сашенька! Сашенька! Ты что, Сашенька? Алекс, давай заходи, садись. Хотел с тобой посоветоваться. По итогам первого квартала стало ясно, что у нас высвободились дополнительные средства, и их надо куда-то вложить. Что скажешь? Вы знаете, мне кажется, что сельское хозяйство как раз-таки сейчас на подъеме. Алекс. Что? Сельское хозяйство, вот эти коровы, свиньи, вот это все… Ну, я-то глубоко не погружался, но вы знаете, у меня есть на примете один заброшенный консервный завод. А рядом с ним находится совхоз. И этот совхоз мог бы обеспечивать завод сырьем. Всем хорошо. Слушай, ну ты не знаешь, этот совхоз может продать нам землю. Мне кажется, это будет более интересным вложением. Землю они не продадут, знаю точно. А вот завод — это реальное производство. И у меня есть связи. Поэтому я с легкостью могу наладить сбыт. Алекс, давай сделаем так. Ты прокачай эту ситуацию. Ну, или с покупкой, или с вложением инвестиций. Ха. Только я не могу понять, а кто этим заводом будет заниматься потом? Я. Как это? Ну, в этом совхозе у меня есть дом. Жить есть, да. Действуй. Спасибо. Давай. Видите, здесь аневризма здоровущая. Оперировать надо срочно. В любой момент может рвануть. А при родах к гадалке не ходи. Разрыв будет. Да. У нас такую операцию даже в областной больнице не сделают. В столице надо. А квот нет. Беда. Да. Беда. Пока. Пока. Я дома. А почему ты Кристину не позвал? А почему она должна идти к нам? Ну, как я видела, вы вместе приехали. Ну, она приехала к отцу, а я ее подвез. Послушай, я в ближайшее время рассчитываю на внуков. А ты даже еще не женился. Мам, не начинай. Как ты не начинай? Алекс, хорошо. Тем не менее, я бы очень хотела увидеть Кристину. Мамочка, у меня очень много работы, правда. Мне нужно повидаться вот с Самсоновым. Мне нужно осверить опись оборудования завода. Кристину ты можешь увидеть и без меня. Вон она в соседнем доме живет. Можно? Конечно. Решим мы твою проблему, Сашенька. У меня в областном департаменте однокурсник работает, он мне не откажет. У нас с ним студенческие годы, роман был. Хоть ничем и не закончился, но не его я выбрала. Но это чего-то достоит. А? Николай Михайлович, а это что такое? Это что получается? Собственность совхозная никак не охраняется, что ли? Так же разворуют все. Да кому ж тут что могло понадобиться? Опа. Здрасте. Здравствуй, Антон. А ты куда собрался? Где угол взял? Где? На заводе. А, тебя мама в детстве не учила, что воровать это грех? Чего это обворовать? А то, что ты сейчас делаешь, это называется воровство, Антон. Какое воровство? Завод народный, а значит и мой. Мать меня попросила парник сделать. А ты, Михалыч, меня уволил? Уволил. На что я уголок куплю? Это что ж получается, я еще и виноват? Да тебя ж самого прав лишили за пьяное вождение. Ну и что теперь? А матери парник нужен? Нужен. Знаешь, я в жизни не поверю, что мать твоя, Наталья, отправила тебя воровать. А вот мы сейчас к ней пойдем и все выясним. Пойдем. Только стоять. Уголок назад отнес. Ира, проклятый! Да я же тебя за это знаешь! Ну что мне с ним делать, а? А вот я б тебя за такие дела или в полицию сдал, или Савху загнал к чертовой матери. Как считаешь, Улич? Не знаю, гнать или не гнать, вы решаете сами. В полицию пока заявление подавать не будем, не переживайте. Но воровать это плохо. Одну из божьих заповедей ты нарушил. В другой раз думай. Думай. Это я нарушил? А сам-то ты че? Или Бог бросать детей велит? Каких детей, Антон? Таких. Докторица Саша беременна. И уж точно не от святого духа, а от тебя. Ты че сказал? Ты где ее видел? Мы вместе видели. Так это, в Старгороде мы ее видели. В Старгороде? Только ехать тебе туда не надо. Саша замуж вышла. Ну, это не обычный щелкунчик, а современный. Ну, музыка эта хоть Чайковского? Нет. Ну, там композитор как его. Сейчас в интернете посмотрю. Да. Сейчас. Так. Угу. Мама? Да. Саша нашлась. Представляешь? Она здесь рядом, в Старгороде. Алекс, пожалуйста, говори тише и неудобно. У нас в гостях Кристина. Я бы не хотела, чтобы она слышала этот разговор. Мам, мне все равно, услышит она это или нет. Я еду к Саше. Зачем? Ну, как зачем? Я ее люблю. А ты знаешь, что она замужем? Ну, я-то знаю. Откуда знаешь ты? Ну, Анна Ильинична при мне говорила, я услышала и… То есть, подожди, все рядом знали, что Саша здесь и мне никто ничего не сказал, да? Да. Ну, конечно. Это я ее попросила не говорить тебе. Не хотела тебе делать больно. Мамочка, а почему ты за меня принимаешь в решение? Как? Нет, но я понимаю, что я для тебя маленький ребенок, но… Да, и останешься им до конца моих дней. Мне абсолютно не важно, за кого Саша вышел замуж. Я знаю, что это ошибка и собираюсь ее вернуть. Все. Ну, маленький мой. Я ушел. Малился. Привет. Саша, как ты? Откуда? Я везде тебя искал. Я в клинику ездил, в Калинку, в институт заходил, никто ничего не знает. Саша, я так виноват перед тобой. Каким же я был идиотом? Жень, я… Пожалуйста, не надо, я… Саша, ты не думай. Я сразу понял, что я виноват, что… Я изменил и тебе, и себе самому. Как? Как я мог сделать такую глупость? Что было у меня в голове, я до сих пор не понимаю. Я должен был набить морду этому Арнольду Борисовичу. Я… Я идиот. Прости меня, Саша. Саша, выходи за меня замуж. Пожалуйста. Жень… Женя, пойми, я давно тебя простила. Не надо. Не кори себя. Все, все хорошо. Я поняла очень важную вещь. Все, что не делается, все к лучшему. Что ты имеешь в виду? Прости, но я не люблю тебя. Это была просто привычка. Без любви семью не построишь. Людмила Петровна. Людмила Петровна. Да. А это Женя. Мой талантливый однокурсник из столицы. Ты ждешь ребенка? Ты готовишь его в голове? Ты чуть отлич Trader. Ты готовишь к тебе на дороге? Ребят, хотишь». НּЕМ pocketLочь. Повторяйте я, Ромашка, посетите, Мой талантливый однокурсник. Ты тоже не знаешь, что есть? Мой талантливый однокурсник. Мой талантливый однокурсник с другой. Здравствуйте. 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 Послушайте, мне очень нужна ваша помощь. Чем я могу вам помочь? Вот. Возьмите. Мне нужно узнать, за кого вышла замуж вот эта девушка. Подождите, здесь я вас позову. Хорошо. Жду. А за какое время смотреть? За последние три месяца. Молодой человек, вы знаете, я все записи проверила. Даже не за три месяца, а за целый год. Но Александра Петровна Рудакова у нас брак не регистрировала. Вы уверены, что это у нас было? А другой ЗАГС в городе есть? Нет. Наш единственный. Понятно. Понятно то, что ничего не понятно. Ладно. А сколько в городе больниц? Больниц? Да. Одна больница. Есть еще поликлиника здесь, рядом, за углом. Стоматологический кабинет. А что? Ничего. Спасибо. До свидания. Саша, это большие деньги. Я, я не знаю, что делать. Саша, у твоего мужа есть такая сумма? Я не замужем. Ну хорошо, а отец ребенка? Его я не буду просить ни при каких обстоятельствах. Я не хочу его видеть. Саша, не дури. Речь тут идет не только о тебе, но и о ребенке. Жень. Все в порядке. До родов еще далеко, я дождусь квоты. Пускай все идет как… Ч-ч-ч-ч. Саша. Что-что-что? Ой-ой-ой-ой. Я попробую узнать в Киеве, что и как. И постараюсь как-то все это ускорить. Но ты не права. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, может быть у вас работает трудокова Александра Петровна? Нет, у нас такая точно не работает. А она кто по специальности? Ну, наверное, терапевт. Тогда может в больнице. А, простите, но вы уже там никого не найдете. Одни дежурные врачи. Зайдите к ним завтра. Завтра. Спасибо. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Людмила Петровна, можно? Заходи. Мы тут с девочками поговорили и решили деньги собрать для Саши. Мы уже в социальных сетях написали. В общем, нужен счет. Куда их отправлять? В общем, нужен номер счета и документы о диагнозе. Спасибо, Варь. Только я думаю, что зря вы все это затеяли. Такую большую сумму нам не собрать. А тут вопрос идет чуть ли не на дне. Ну, нельзя же просто так сидеть и ждать. Нужно же что-то делать. По-моему, помочь может только Чудо. Или надо найти отца ребенка Саши. Это можно через соцсети сделать? Конечно. Нужно имя и фамилия. Ну, фамилию-то я не знаю, а имя — Алекс. Но, по-моему, редкое имя. Редкое. Можно? Ну, конечно. Здравствуйте. А где Саша? А вы, собственно говоря, кто? Я — Алекс. Старых. Друг Саши. Простите. Вот оно. Чудо. А, иди, пожалуйста, работай, Варь. Вот вы, оказывается, какой Алекс. Скажите, где она? Варь, закрой дверь. Она вышла за Машу? Из-за кого? Да с чего вы взяли? Ни за кого она не вышла. Мне сказали, что она беременна. Да. Это мой ребенок. Да, это ваш ребенок. И по срокам все сходится. Ну, почему она мне не сказала? Присядьте. Доктор, понимаете, я очень люблю Сашу. И я все сделал для того, чтобы мы были вместе. Саша, я и наш малыш. Помогите мне. Дело в том, что сейчас такой момент, что помощь нужна Саше. В смысле? Арнольд Борисович, не хотелось бы, чтобы вы подумали, что я угрожаю. Но после всего, что произошло, вы просто обязаны помочь Саше. А то что? Ну, вы ведь знаете все эти скандалы с домогательствами. Мы, конечно, не Америка, но репутация у нас кое-что значит. Вон, как ты заговорил. Женя, Женя, не будь ты таким классным специалистом, я бы тебя попросил, мягко говоря, выйти. Ну, ладно. Юрий Владимирович, добрый день. Не отвлекаю? Тут есть пациентка по твоему профилю. Возьмешь? Ага. Так. А если не ждать квот? Нет. Понял. Хорошо. Документы тебе завтра привезут. Спасибо тебе. Спасибо, да. Ну что? Я искупил свою вину. Александру Петровну готовы прооперировать хоть завтра. Но платно. Я надеюсь, ты не будешь требовать, чтобы я в качестве компенсации за моральный ущерб еще и операцию оплатил. Понятно. Но в качестве шефской помощи я реанимобиль, конечно, предоставлю. Спасибо. Будешь должен. Это очень опасное заболевание, оно угрожает жизни и Саше, и малыша. Доктор, вы должны спасти их. У нас должен родиться ребенок. Саша. И ребенок — самые близкие мне люди. Дело в том, что сейчас все не от меня зависит. Нужна срочная операция. На это нужны деньги. Срочно. Я найду деньги. Дайте мне пару дней. Опа. Да что? Опа. Опа. Сдал меня, гаденыш. Рад. Все общение теперь только через адвоката. В машину. И мне срочно нужны деньги на операцию. А кому нужна операция? Матери? Нет. 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 Но очень близкому человеку. Алекс, давай откровенно. Ты ведь сразу такую большую сумму денег не отдашь? За год отдам. Мы неслабо вложились в твой проект по заводу. Существует некий кризис свободных денег. Понимаешь? А если под залог квартиры? То есть? У меня есть двушка в хорошем районе. Под залог квартиры? Да. А тебе деньги нужны сразу сейчас? Да. Ну, я подумаю. Подумаю, что можно сделать. Под залог квартиры. Да. Да? Спасибо. Угу. 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 Ну, и где ты был, Бестолыч, когда я это, Настя, в семинарии объясняла? А, идиот! Маленький мой, господи! С чемоданом? Привет. Как давно тебя не видела, соскучилась, ужас! Как давно тебя не было! Мамуль, можно поживую у тебя? Конечно. Чё ты спрашиваешь? А что случилось? Квартиру продал. Как? Не понимаю. А зачем? С кем? Саша тяжело больна и ей нужна операция. А, вероятно, ты сейчас мне скажешь, что я лезу не в своё дело, но я просто не могу наблюдать, как ты рушишь свою жизнь. Мам, ты полагаешь, что моя жизнь — это квартира? Слушай, хватит, не передёргивай. Я, я, я просто не понимаю, зачем делать это ради чужой тебе и девушки? Она мне не чужая, мама. Она носит моего ребёнка. Ты уверен? Да, уверен. Я говорил с врачом, всё сходится. Ну, ну, я, ну, зачем было продавать квартиру? Можно было бы просить помощи у отца, он бы помог. Я хотел, но отца арестовали. Как? По делу Рудакова. Да ты что? Да. Ты знаешь, мам, я, я даже рад, что я смог всё решить сам. Мам. А? Может, чаю? Да, конечно. Вы здесь ждать будете. Это может быть долго. Ничего, я подожду. Вы кого-то ждёте? Что? Вы кого-то ждёте? Да. Мою невесту оперирует. Так, значит, это вы отец ребёнка? Откуда вы знаете? Вам Саша рассказала, да? Нет, она не сказала, сам догадался. Вот только то, что вы отец ребёнка, ещё не делает вас женихом, Саша. Она даже при угрозе жизни видеть вас не хотела. И вот это она сказала мне сама. Это всё неважно. Самое главное, чтобы она была жива и здорова. Остальное не важно. Всё хорошо с вашей Сашей. А ребёнок? Ну а что ребёнок? Ребёнок родится в срок. Ребёнок родится в срок. Как? Как всё прошло? Всё хорошо. Прошла хорошая операция? Да. А что с тобой? Саша не хочет меня видеть. Ну ничего. Ну такое бывает. Ну может пройдёт. Я в деревне собираюсь. Хочешь со мной? Нет. Я останусь дома. Не остаться с тобой. Не надо, мам. Хочу побыть один. Да. Если что, звони. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я же говорил тебе, что всё будет хорошо. Помнишь? А будет ещё лучше. Я узнавала. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Тихо. Привет. Привет. Ты ко мне или к маме? И к тебе, и к Татьяне Александровне. Можно я войду? Да, конечно. Заходи. Алекс, я узнала, что Саше нужна была операция. Почему ты мне об этом не сказал? Я могла бы дать денег. Ты? Я. Ты меня прости, я, наверное, виноват перед тобой. Я всегда считал тебя легкомысленной. И никогда не думал, что с тобой можно говорить о серьезных вещах. Ну, в общем-то, я раньше такое и было оно, когда любишь безответно, быстро взрослеешь. Сегодня был тяжелый день. Мне надо выпить. А я как раз принесла твой любимый виски. Наливай. Опа. Алекс, а поставь какую-нибудь музыку. Секундочку. Сейчас что-нибудь поищем. Так. Ну что, давай выпьем за тех, кто нам дорог? Так. Танцуем? Давай. Откроем. Танца. Аликс, слушай, у тебя такой вид, будто бы ты змею увидел, я не кусаюсь. Слушай, ты прости, мы, я чё-то не помню ничего, напился вчера и... Прости, такого не было ещё с момента защиты диссертации. Уверяю тебя, ты вёл себя прилично, витрины не бил, с соседями не дрался и вообще, ты был на высоте, что вечером, что ночью. А, да, кстати, а какие у тебя планы на сегодня? Нужно в совхоз ехать там, ремонт, проверить всё нужно. Ну, а я могу поехать с тобой? Завод меня, конечно, мало интересует, но я обещаю, что мешать не буду. У меня ещё есть пару дел в городе. Другой раз, хорошо? Да, хорошо. Да, у меня же тоже есть одно срочное дело в городе. Так что, созвонимся? Угу. Угу. Зачем ты здесь? Ну, как? Больных принято навещать. Это наш христианский долг. Вот, принесла тебе яблоки из нашего с Алексом сада. Что тебе нужно? Алекс очень порядочный человек. Он, узнав о том, что ты беременна, хочет объясниться с тобой. Но мы подали заявление в ЗАГС, мы любим друг друга. И даже если он уйдёт к тебе, он не будет счастлив. Успокойся. Мне нужен мне твой Алекс. Я вообще видеть не хочу всю эту семью. Уходи. Слушай, где я её видел? Кто это? Так. Одна знакомая. Уходи. И я, короче, перепутал эти карточки, и он приходит, говорит «Здравствуй». Сутик говорит, я выписываться. Я говорю, вам умирать пора, куда вам выписываться. Ой, ну ничего, выжил. Сделали пару уколчиков, откачали. Женя, вы не могли бы выйти и оставить нас с Сашей наедине? Нам надо поговорить. Останься. Алекс, ты зря пришел. Ты мне ничего не должен. Я вам желаю счастья с Кристиной. Вы очень подходите друг другу. Саша, неужели ты забыла? Ты же говорила, что ждала именно меня. Прошу тебя, уходи. Ну, все, работайте. Угу. Алекс. Привет. Привет. Поехали кататься. Кристина, у меня еще миллион делал. Да и я не катался на велике уже лет сто. Ну, нельзя разучиться кататься на велосипеде. Ну, смотри, как это здорово. Не будь букой. Смотри, солнце светит, птички поют. М? Ну, ладно, давай. Сашенька, давай сумку, я положу в машину. Ну, ладно. Ну, она же не тяжелая. Нет, нет. А я совсем здорова. Женя, спасибо тебе большое за все. Ты настоящий друг. Ну, впрочем, ты мой единственный друг. Саш, может, все-таки останешься здесь, а? Поживешь пока у меня, потом придумаем что-нибудь. Ну, ну, что значит пока? Это вообще ничего не решает. Так что я лучше с Людмилой Петровной в Старгород. Ну, ладно. Давай, давай. Осторожно. Ай! Ай-ай! Ой, 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 ой. Ушиблась? Что такое? Ушиблась, да? Не знаю. Покажи. Не надо. Пройдёт. Только рука. Алекс. Я... Мне надо сказать тебе кое-что очень важное. Что? Я... Я жду ребёнка. Я понимаю, это... Это не твои проблемы, я сама решу этот вопрос. Подожди, а когда мы... Ну, той ночью у Татьяны Александровны дома, помнишь? Неужели ты ничего не помнишь? Не волнуйся, я... 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 Я сама справлюсь. Сама всё решу. Ты аборт хочешь сделать, да? Конечно, нет. Как ты мог такое подумать? Неужели ты считаешь, что я способна убить нашего ребёнка? Я... Не волнуйся, я... Я сама виновата, и... Ты нам ничего не должен. Я... Смогу поднять этого ребёнка одна. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Александра Петровна, там детское отделение. Девочку привёз какой-то дед. Требует вас. Врачи отделения его не устраивают. Что за девочка? Обыкновенная девочка. Лет тринадцати. Так, как зовут, спросила? Ой, там имя такое несуразное. То ли Вия, то ли Фия. Верине? Точно. Так, пойдём. Здравствуйте. Что, Николай Михайлович, опять сердце? Угу. Разберёмся. Ну, а у тебя чего болит? Спина болит. Я тут стирку затеяла. Воду таскала. Угу. Понятно. Ложись. Ноги сгинай. Так, сейчас посмотрим. Здесь. Нажимаю, больно? Больно. Так. Блин. Отпускаю. Понятно. Так, это аппендикс. У нас хирург есть свободный? Да, есть. Хорошо. Тогда срочно на УЗИ. Да, хорошо. Идти сможешь? Смогу. Всё, хорошо. Пойдём. Давай помогу. Ну, что же, Николай Михайлович, теперь вами займёмся. Хорошо. А кто ещё будет? Да ладно, Армен. Так что, он из Еревана? Это не дёшево. А, я обязательно буду. Да, и Сашу из Старгорода привезу. Ну да, теперь в Старгороде. Ладно, давай. До встречи. Саша, ты это, возвращайся к нам. Нам в совхозе, ну, совсем без тебя плохо. И вспоминают тебя все. Я понимаю. Ты, наверное, обижаешься на меня за то, что я не нашёл того, кто на тебя напал. Ты уж прости. Ну, ну, а какой из меня сыщик? Нет, Николай Михайлович, дело вообще не в этом. Просто там Старых, я вообще его видеть не могу. Понимаете, мамы и папы больше нет, а он на свободе разгуливает. Да, какой там разгуливает. Я ж тебе самое главное это не сказал. Арестовали старых. А ещё раньше жена от него ушла. Слава Богу. Есть справедливость. Ну, вот и возвращайся. Нет же уже никаких препятствий. Ну, не знаю. Там Алекс с Кристиной. Как-то, я думаю, они не очень рады меня будут видеть. Не понял. А при чём здесь Кристина? Ну, они вроде поженились. Да что за ерунда? Алекс сам по себе. Ну, я тебя прошу, ну, ну, соглашайся. Ой, извините. Алло. Женя, встреча однокурсников? Пять лет. Я забыла. Не, ну, можно. Слушай, если ты заедешь за мной, а то я боюсь, сама не доеду. Угу. Новый путь. Буду ждать. Сашенька, вот если дитя у тебя родится, ты не тревожься. Справимся. Ну, так как? Ну. Ну. Ну, ладно. Мы говорили. Ну, вот и ладушки. Ну, ладно. Мы говорили. А ведь ты всё ещё его любишь. Людмила Петровна, я узнала, что Алекс не женился. И поэтому я хотела бы поехать в совхоз. Я вас не очень подведу. Да что ты. У нас через неделю другая доктор выходит на работу. Так что справимся? Да, я хотела тебе сказать, хоть непонятно, почему Алекс не хотел, чтобы я говорила. Это он дал деньги на твою операцию. Можно я завтра поеду? Ну, конечно, можно. И будь счастлива, девочка. Я знала. Я чувствовала, что ты вернёшься. Перину вчера вытрясла. Стала как новенькая. Баба Нюра, вы хотите, чтобы у меня тоже спина болела? Ну, куда мне перину? Не знаю. Бабки все на перинах спали. И прекрасно себя чувствовали. И спина у них не болела. И рожали они на перинах. Всё хорошо было. Ой, Сашенька, а вы приём когда начнёте? Нет, у тебя совесть есть. Ты что, не видишь, что человек только приехал? Я приду через час. Вот и хорошо. Я ждать вас буду. Баба Нюр, мне к Алексу надо сходить. Хочу поблагодарить его за всё. Представляете, он такой скромный. Попросила Людмилу Петровну не говорить мне, что это он дал деньги на операцию. Я тебе говорила, что он хороший. Что он очень хороший парень. Ну, а то, что отец у него жулик, он же в этом не виноват. Сын за отца не отвечает. Аликс, мне тут Ася научила яблочный пирог печь. Могу сделать это быстро. Пирог? Ага. Хорошо. Только можно что-то переодеться в какую-нибудь твою рубашку, чтобы я блузку не испачкала? Да, конечно. Секунду. Вот, держи. Ага. Ой, здравствуйте. А вы к нам? Простите, что не одеты. Алекс, я просто… Алекс, милый, я дома. Здравствуйте. Саша в луне. Извините. Держи. Алекс! Алекс, подожди! Куда голая-то? Господи! Саша! Саша! Забери меня, пожалуйста, отсюда! Забери меня, пожалуйста, домой! Забери! Саша, что случилось? Просто поехали отсюда! Саша! Саша! Я не знал, что ты приехала в деревню. Можешь считать, что меня тут не было. Можно я тебе все объясню? Друг! Слушай, оставь ее в покое, а? Да не друг! Алекс, что ты делаешь? Прости. Дай нам поговорить. Алекс! Алекс! Алекс, как ты можешь? Алекс, ты же сделал мне предложение. У нас будет ребенок. Гля, ты забыл, Алекс! Саша, слушай, иди домой, пожалуйста. Я сейчас приду, хорошо? Аликс, ну пойдем домой. Аликс, я прошу тебя. Аликс, ну пожалуйста, ну пойдем. Ну, Аликс. Да все, хватит. Идем, идем. Аликс, можно тебе на пару слов? Скажи, ты правда любишь Сашу? Да. А на Кристине женишь ты только потому, что она залетела? Дружище, не торопись с ней расписываться. Есть у меня одна идея. Ты че? Че, привет. Ты че? Думаешь, все мужики сволочи? А вот и нет. Ты, ты за меня выходи, и я тебя и с детем возьму. Слышь? Отвали. Отвали. Ты че, берега попутала? Иди сюда. Да не ломайся, тебе понравится. Отвали. Помогай. Ты че, а? Думаешь, богатой так тебе все можно? В следующий раз убью, понял? Свалил отсюда. Быстрее. Все хорошо? Все-таки любишь меня? Нет. Я тебя ненавижу. Ревнуешь, значит, любишь. Ревнуешь, значит, любишь, Саша. Саша, Саша. Не плачь, Саша. Все еще будет хорошо. Слышишь? Я узнавал. Пойдем. 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 А, Женя? Да, Евгений, слышу тебя. Как дела у нашей протеже Александры? Ага, хорошо, но ты же звонишь не только для того, чтобы меня поблагодарить. Да? Угу, хорошо. Повиси минуточку. Иди поработай. Да. Евгений, ты меня все больше изумляешь. Ты вообще слышал о врачебной тайне? Ну, хорошо, хорошо, ладно. Сейчас посмотрю. Ну да, она бесплодна. Но чудеса случаются, ты же знаешь. Ну, хорошо, пускай приходит. Да. Давай. Через две недели. А что? Договорились, да? Тимаковы будут. Рита, нет, ты знаешь, не буду ее звать. Не говори ей, пожалуйста. Она глазливая. Ой, слушай, тут любимый пришел. Я тебе перезвоню, ладно? Милый, привет. Привет. Кристин, я бы хотел, чтобы мы сегодня съездили в медицинский центр. На обследование. А, подожди, ты, ты что, мне не доверяешь? Доверяю, конечно. Просто я переживаю за ребенка. Так, веселее, веселее, друзья. Давайте, веселее. Улыбочку. Улыбочку. Улыбочку, да. Молодцы. Улыбаемся. Снимай. Давай я. Все хорошо? Так. Ребята, вкуснее. Класс. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вас ко мне привело, на что жалуетесь? Я беременна, пять недель. А это зачем? У нас все через кассу. Ложись в кресло, я тебя посмотрю. Меня не нужно смотреть. Я и так знаю. Мне нужна справка. Беременность пять недель. Спасибо. Ну, что у нас с Кристиной Уваровой? Там все ясно. Беременность пять недель. Никаких осложнений нет. Чудеса случаются, да? Узи покажите мне. А я не делаю Узи. Сколько она заплатила? Угу. Оставьте себе. Можете это считать своим выходным пособием. Да, Жень. Я понял. Угу. Аликс. Все хорошо? Беременность пять недель. Что собираешься делать дальше? Ну, надо будет сдать много анализов. Я не про это. Дальше планируешь упасть со стула и изображать выкидыш? Что ты имеешь в виду? Гинеколог, которая дала тебе эту бумажку, уволена. А ты свободна. Аликс, я… я… я просто… Просто уходи. Аликс, я… Ладно, уйду я. Аликс! 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 Я же говорил, что все будет хорошо. Иди. Аликс! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok